Это VSPlanet.net, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня будем обсуждать шоу All Elite Wrestling Full Gear, которое прошло вот совсем-совсем, оставило разные впечатления, по крайней мере дискуссии накидало в разных интернетах и в разных ресурсах очень и очень много противоположных. — Я бы тоже высказался о нем весьма противоречиво, но, парни, давайте, наверное, сразу. Хотя нет, знаете, с базовой вещи я начну, потому что, вот правда, чем дольше я смотрю All Elite в последнее время, тем больше у меня. Представимся, Алексей Котов, Владимир Мун, Алексей Красильников. Парни, привет. — Привет, привет. — Вот такое ощущение, что возникает, что в All Elite это все шло максимально долго, максимально, так сказать, прогрессивно, и вот на Full Gear это стало абсолютно закончено и полностью представлено, что вы, рестлинговые фанаты, у вас не может быть никакого ни вкуса, ни выбора, ни интереса. У вас нет представления о том, что хорошо или что плохо. Мы вам дадим все, что угодно, и вы это будете жрать. Более того, у вас не может быть никакого выбора, вы ничего не умеете, вы не можете ни на что претендовать, даже просто не, как это сказать, у вас нету такого даже предпосыла. И в каждом матче, в каждом сегменте это сквозило. Нет-нет, вместе с говном мы будем вам давать иногда хорошее, но вы не имеете права радоваться хорошему. Почему? Потому что вы обязаны радоваться всему. И вот у меня это немножечко, ну как немножечко, у меня это очень немножечко раздражает, потому что в дабл-даблу этого тоже хватает. Нету ощущения, что рестлинг хочет развиваться. Вот за последний год это в особенность, и на Full Gear это показал просто наглядно. Вот оно есть, на большее вы претендовать не можете, не хотите и не умеете. Вот такое у меня ощущение, если вкратце, парни. Ну, я тут, как всегда, из палаты в смирительной рубашке. Нет-нет, не надо в смирительной рубашке, расскажи, что и как ты думаешь. Да нет, ну, я главный апологет всей элиты, и я могу сказать то, что все, что сейчас происходит в All Elite Wrestling, мне в целом нравится. Мне нравятся все еженедельники, за исключением Rampage, они прям настолько довесные стали, что это какой-то кошмар. Сочувствую Владимиру, да, потому что его их надо еще и обозревать, я просто под завтрак смотрю. Но в остальном мне все нравится, мне сейчас нравятся почти раздельные ростеры на двух шоу, и мне в целом нравится качество матчей за одним большим но, которое для меня в Full Gear стало вот основным лейтмотивом. Слишком сильно увлеклись основным сюжетом, забили на все остальное. То есть MGF, ну, кто-то согласится, кто-то не согласится, там, опять же, рейтинги, не рейтинги. На мой взгляд, правда, самый интересный чемпион пока что за всю историю промоушена. Для кого? Для меня, для меня. Я пока что говорю за себя. Давай, давай, давай. Вот. И мне действительно нравится, как особенно последние полгода куча различных маленьких подсюжетиков крутится вокруг MGF с разных сторон. То есть тут даже если перечислять, могу что-то забыть, но вот Джей Вайт с его Bullet Club Golden, Самоа Джо, кто-то в демонических масках, Strong Neck, то есть Kingdom с Родериком Стронгом и Адам! Вот. И все в этом духе. То есть еще кто-то демонические маски спер, разносит друзей MGF. Я такого очень давно не видел, чтобы действительно получилось настолько комплексно, что ты даже не знаешь, с какой стороны когда прилетит. И вот Full Gear действительно в этом плане стал апофеозом сюжетных веток MGF, потому что там переплелось вообще все в той или иной мере. Но на остальное как будто бы, ну, само там, ребята, давайте сами делайте. И такое для меня и получилось в целом шоу. Мне понравились, ну, по матчам, наверное, 50 на 50. Ну, вот как же чувствовался перевес в сторону главного чемпионства и тотальное забивание на все остальное? Ну, это же неправда. Ощущения? Ты сейчас сказал про чемпионство. Нет ощущения про чемпионство. У вас чемпион занят во фьюде с джоберами за командное чемпионство малозначимого промоушена, который по телевизору даже не показывают. Он выступает по два раза. Более того, самое интересное, самые завязки показывают на пресс-шоу. Но ведь это, во-первых, это круто, потому что такого пресс-шоу хорошего я не видел давно. Ну, пресс-шоу была хорошая идея, это я согласен. Ну, просто она была банальна. Но она хорошая, я не спорю, это одна идея. Просто сама, вся вот эта сама история, она-то как раз и вокруг, не вокруг главного чемпионства крутится. Вов, что хотел сказать? Я пропустил большую часть фулл-гира в прямом эфире. Я проснулся из часовых поясов где-то к концу кровавой бани Стрикланда и Пейджа. Я спросил в Дискорде вообще, были ли адекватные матчи? Я пересмотрел дважды это шоу. Я позже скажу, какие я считаю адекватные матчи и были ли они вообще. У меня мнение такое, когда Леша вначале говорил про то, что у фанатов рестлинга нету вкуса, можно кормить что угодно, любую едию. Вов, не совсем так, не совсем так. Тебя заставляют в это поверить. Да. Это, грубо говоря, ты приходишь в элитный, не знаю, ресторан. Ты понимаешь вкус в еде. Все элитные. Все элитные, кстати, да. All Elite Restaurant. Причем перед RW в ресторан. Ты заказываешь себе стейк, ты хочешь какую-нибудь там, не знаю, элитной говядины, а тебе говорят, ты что, оборзел? Вот на тебе перловки. Ее хвалили вчера. Все, кто у меня были в ресторане, они все ее хвалят. Если повар хороший, то он перловку приготовит. Нет, 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 повар плохой, повар плохой. Тони Хан как раз на фулл гире просто расписался в том, что он абсолютно не умеет букать. Я согласен по поводу буканье, потому что первые полтора часа шесть матчей, вторые полтора часа три матча – это нездоровая штука. Так не должно быть, по моему мнению, потому что к концу пейджа я с Трикландом, если бы я смотрел с самого начала, я бы отвалился и не стал бы смотреть, несмотря на то, что там какой-то сюжет они пытаются тянуть, все шоу. Это неадекватно, мне это не понравилось. Но если говорить про вот эту ставку, про фанаты, которые пытаются убедить в том, что у него нет вкуса, а разве в WWE не то же самое происходит? А я и говорю, в последние годы, наверное, полтора, но так есть. Более того, до того у Винса было какое-то просветление, я не знаю, ему по голове что ли ударило или в спину прострелило. У него какой-то выдались очень удачные месяцы в 12-14. После этого все, вот к прошлому лету как раз. Это и, блин, господи, он из золотого яйца на Сувавой Сириес сделал один из лучших сюжетов года. Он продвинул, создал несколько молодых фейсов, в которых верили. Правда, это очень редко, когда фейсы органично развиваются, причем разных уровней. Причем это были новые лица, за которыми тебе не нужно было следить миллион лет, чтобы что-то о них знать. А потом вот так снова Коди вернули. Сет Роллинс невероятный. Бладлайн – это было что-то невероятное. В течение месяцев 12-14. Потом это все снова отрезало. И да, если сегодня смотреть Ро, это почти все то же самое, что мы вам будем пихать перловку, хотя вы хотите какой-то стейк, я не знаю, или кто-то может быть элитную, парную. Блин, что может быть еще? Кукурузу. Не знаю. Еще я хотел бы сказать по поводу вот этого сравнения WWE элиты. за день до этого я смотрел шоу SmackDown и фактически второй же, и условный Ро, то есть это было Collegesia и Rampage, потому что те же часа. И я фактически, если бы не исполнителей, я бы не заметил разницы в качестве продукта. То есть глобально нету ничего такого, чего бы отличало эти два шоу для меня, к сожалению. Слушай, извини, извини, я не могу не спросить, в эти выходные же коллизия перед Rampage шла, да? Да, на день раньше. Я это понял только под конец Rampage. Так что вот так вот. То есть ты посмотрел как обычно, да? То есть Rampage начало под конец? Да, да, но я еще заработался. Я даже больше скажу, вот я не в прямом эфире тоже смотрел, потому что почти никогда не смотрю. Но я в ночь с воскресенья на понедельник что-то заработался, уже два часа ночи, я такой думаю, ну я начну сейчас смотреть, а завтра я уже буду как-нибудь там фоном под работу. Ну я что-то включил в два ночи, Rampage по привычке, и вот так вот я всю ночь смотрел, в итоге, по-моему, в девять утра я закончил смотреть. Ты начал что-то догадываться на матче Трента, Кейджа и Луча. Игорь, подождите, откуда, как, почему? Ну вот такие вот дела. Да. Ну что, давайте начнем с шоу, потому что там, ну при шоу можно вкратце тоже упомянуть. Некоторые вещи сказать, что там было. Три матча. А, во-первых, мой традиционный и любимый и горячий привет к лавушке Кастаньолюшке, который ушел из WWE, отказавшись от фьюдов с хорошими, топовыми, мировыми известными звездами, от матча на Расселмании, от фьюда и сюжета с Романом Рейнсом. Вот, пожалуйста, да, на пресс-шоу с Бадди Мэттьюсом они исполняют приемы. Я за него рад, он дорвался до того, чего хотел. Он получает прекрасные деньги на его шоу, если не считать отдельные случаи, в частности, как, например, это приходит аж целых 2,5-3 тысячи зрителей. Это прекрасно. Я очень сильно за него рад. Ну, я, кстати, вот тут, извини, сразу не соглашусь касательно с Кастаньоли, потому что он сейчас преподносится как одна из самых сильных вообще звезд во всем промоушене. Он довольно уверенно всегда побеждает. Ну и даже вот в каких-то командных матчах... Леш, для кого, для чего это? Это помнишь? Это вот, я не знаю, это шутка у нас такая все время была. Серхио любимая из КВН. Она, в принципе, хорошая, но она нами была любимая. Это не тот КВН, который у тебя дома, когда ты игрушки перед собой рассаживаешь и перед ними выступаешь. Команда КВН Михаил Дудиков. Да ну, слушай, он все равно дважды уже был чемпионом Оруэйча. Кого? Оруэйча? Серьезно? Да. Это в промоушене, где у каждого рестлера по чемпионскому поясу? Это в промоушене, который собирается вшивать в какое-то новое непонятное чемпионство? Нет, 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 ты неправильно понял, Вов. Он сейчас не будет вшивать, он сейчас будет объединять. Нет, ну, фактически, фактически. Результат-то не поменяется глобально. Ну, просто был чемпион, в смысле, это не... Его наверняка и вы, и Даби, тоже ждут титулы, как в составе блэкпульного клуба, так и сольные. Ну, я не могу сказать, что Кастанёля задвинул. Чемпионство трио не защищалось на фулгере. На секундочку, например. Потому что аклеймовцы сюжетно уничтожены. А Даниэль Гарсио сюжетно что? А Сэмми Гевара что? Сэмми Гевара размирован. Да, все ваши звезды молодцы, ребята, уничтожены все. Зато у Эджа матч и у Стинга матч. Ребята, все здорово, 23-й год. Ладно, я продолжу про то, что было на пресс-шоу. Был Эдди Кингсон, который как раз рассказал про эту бредятину с чемпионством. С абсолютно неинтересным, скучным матчем. Самый отвратительный, наверное, чемпион на уровне вот такого, как его подается, это вообще за все времена. Это я учитываю Джека Суэггера в 2010 году. И третий матч, да, который дал вот эту завязку на будущее. Это МДЖФ само Джо, который все-таки согласился стать напарником МДЖФа в защите командного чемпионства. И помахались они с ганами. И самое главное, что там было, да, это очень неплохая штука, когда МДЖФу травмировали ногу. Если бы Адам Коул не выглядел так, как он выглядит, это было бы очень хорошо. У меня другая претензия. У меня претензия, во-первых, зачем это делать на пресс-шоу, если это можно сделать в Волкенере. То есть, ну, в смысле, пресс-шоу не все смотрят, ну, очевидно. Наоборот, мне кажется, наоборот. Леш, Леш, из-за того, что она бесплатная? Да, оно на Ютубе было. Да, да, конечно, конечно. Оно на Ютубе было или на файте, я просто не знаю. На Ютубе было. Это была как раз фишка, посмотрите, бесплатно заманим вас на основной шоу. Это была хорошая мысль. Ну, и там даже более того, как бы все пресс-шоу, оно уже всегда направлено как реклама. То есть, то, что они половину шоу, пресс-шоу, точнее, говорят, где можно посмотреть, как можно посмотреть. Это нормальное пресс-шоу, где тебе не выдают какой-то контент, как это было в случае с Клавушкой Кастаньоли. Привет. Это вот какой-то мостик, который должен быть переброшен так, чтобы, с одной стороны, ненавязчиво, с другой стороны, определенное внимание этому было. Это стрельнуло потом как раз в Мэйне. Тогда вторая претензия в том, что, упоминая адекватный матч, единственный, по моему скромному времени, это адекватный матч, где была и история, и нормальный рестлинг, это за командный титул и рост. Потому что все остальное, ну, мне не понравилось. Я смотрел трижды. Нет. Ты, пока мы начали разговаривать, еще раз посмотрел? Пять минут назад дважды было. Так, на скорости Х-10, да, прилетел еще шоу считать. Не, ну, я согласен всецело с тем, что сюжетно хороший очень матч получился, и ганы, все еще прекрасные вообще. Ганы, это, наверное, на данный момент лучшие из молодежи в Эйдабе, вот, которые... Итак, Леш, очередной лучший из молодежи, чему снова дорогу не дают и не дадут, и в этом никаких сомнений. Ну, как не дают? Ну, где Гевара, напомни мне, я забыл. Он травмировал. А, а Гарсия? А Гарсия Мира. Он мараин травмировал. Да, а Джангл Бой, опять же. Джангл Бой с успензер. Он с панком травмировал. А, да-да, а Андретти? Андретти выступает на камеру. У него шею повредил строну. Да-да-да, очень хорошая молодежь, перспективная молодежь. Не, ну они... Ладно, Гарсия вот за титул, ну, чуть... Да, две недели назад он за титул, за главный. Нет, ничего, мне не понравился тот сюжетный ход, потому что я не понял, почему у него появился титул в матче. Ну, потому что чемпионский титул является разменной монетой для того, чтобы двигать какие-то тупорылые абсолютные идеи, да-да-да. А здесь не очень тупорыл, а здесь Даниэля и Гарсию хотят вывести обратно, видимо, в рестлера, потому что поняли, что шняга с развлекателем и с дебильными танцами не работает, поэтому его решили двинуть обратно. С танцами как раз пока работает. Нет, нет, Леша, она не работает. Ну, ничего, она работает. Он просто танцует постоянно. То, что она тебе нравится... Нет, и она не нравится. Так, а зрителей нету. Спасибо, Господь. Мне и Гарсии такие особо нравятся. Никаких, нет, нигде нет. Мне тоже Гарсии не нравится. Но когда он выходил с наложенными штанами и вот этой вот дебильной кепкой, это было хуже, чем, конечно, с танцами. С танцами хотя бы какая-то идея, пусть она дебильная, но есть. Его никто не смотрит, зрителей становится меньше, но об этом мы перейдем позже, когда будем говорить про МГФ. Я просто хотел подчеркнуть, что молодежи на этом шоу не было, своей молодежи. Там было буквально 2-3 человека, у которых максимальный компромат на Хана, ну и, естественно, Орндж Кэссидь. К основному шоу. Ну, подожди, я еще хотел отметить самого Джо отдельно, потому что вот это то, что, на мой взгляд, очень круто получилось. С Джо, который просто отказался от ТВ-чемпионства РОЭЧ, зачем это? Я хочу быть главным чемпионом. Типа, один раз ему Адам Колл там обломал все в матче, теперь он хочет еще раз. И вот эта подводка к тому, что Джо смог получить второй тайтл-шот таким вот образом, то есть обещание от МГФа, ну и еще очень круто все его поведение. Как только они выиграли, МГФ подал руку же, они пожали, да, все, то есть он согласен, нападает Ганна, а Джо уходит. Уже пофиг абсолютно на то, что там с МГФом сделают, он заработал тайтл-шот. Это было прикольно. Джо вообще очень-очень на хорошей позиции сейчас находится. Он не проиграл титул. Это единственное, на чем держится рестлинг. Главное, что чемпион, претендент, это колесо нельзя разрушать. У Джо в очередной раз без этого обходится. Джонни не может находиться, его не могут поместить ни в какую другую нишу. Единственный раз, когда у него это было удачно, это работало, я, опять же, всегда буду приводить этот пример, это, по-моему, 17-й год, когда он прыгал на Брока Леснера, на Романа Рейнса, и ты в это верил. Ты понимал, что Джо уничтожат, что его победят, но он настолько эффективно продавливал свою идею, свою мысль, что ты верил, что вот да, он сейчас победит. Это, кстати, на мой взгляд, было ошибкой. Не дать тогда Джо какой-нибудь продолжительный пуш, более серьезный, возможно, даже чемпионский. А сейчас он ничем не занимается, он проводит короткие сквоши, проигрывает МДЖФу. Ну, короткие сквоши, я имею в виду, относительно. Проводит приемы, да, с больной спиной он может проводить, шея и позвоночник, он может проводить меньше приемов. Ну, тогда пока что можно дальше пойти. Давайте начинаем основное шоу. Там прям средний возраст уральских пельменей 68 лет. Я не знаю, Эджу тоже очень большой привет. У него взгляд из испуганной собаки превратился уже во взгляд обреченной собаки. Мне кажется, парень-то неумный, он понял, куда он попал. Поэтому, ну что, будет зарабатывать бабло. Я рад за него, я очень за него рад. Можно один раз мотикнуться ради шутки? Ни в коем случае, ну давай, ладно. Ну ладно, у него взгляд ебучего шакала. Поясни, поясни. Ну, мем такой есть, где дед очень запиксельно орет 10 ебучих шакалов из 10. Нет, просто что-то, я хочу понять, что это означает. У Эджи вот такая вот... Это когда картинка сжата, пережата максимально. Я понимаю, я понимаю. Я имел в виду, что вы в это вкладываете. Потому что я имел в виду глаза вот этой удивленной собаки. Это было, когда он, помните, выскочил на сцену, побежал праздновать, и у него глаза просто были такие, я куда попал. Нет, он когда агрессию показывает. Ну, у него же всегда фишка была, вот он когда спир начинает кастовать, да, он так в угол садится, волосы себе закидывает и начинает пыжиться. А сейчас у него скулы уже, по-моему, внутри соединились, во рту. То есть он настолько весь усохший, вот это вот лицо смертецкое. И он вот так тоже начинает, это выглядит очень-очень, даже жутковато как-то. Как будто мертвец. Ему пора уже образ зомби отыгрывать. Ну, ты сейчас говоришь больше про внешность. Я говорю про то, что он думал, что он придет куда-то. Обрати внимание, Эдж все еще пытается играть в какого-то там корпоративного человека с образованием, с пониманием того, как есть. Он еще ни разу напрямую не обругал своего бывшего руководителя. Он приводит сравнение. Он говорит, что вот здесь мне вот так вот. Он пока удерживается от этих самых простых, непростых, ну, прямых имеется в виду каких-то вот вещей. Сказать, что вот там было фуфло, а здесь хорошо. Да, 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 вот таких вот, прям вот, по прямой линии. Он держится. Но ты на него видишь, что он абсолютно это удерживает исключительно количеством нулей в чеке, которые он получает каждую неделю. Ну, что помачиваю, что помачиваю. Ему недостаточно нулей, чтобы начать ругать? Или наоборот, ему слишком много платят, чтобы начать ругать? Слишком много, абсолютно точно, слишком много. Я думаю, у Эджа там такая зарплата, что я не знаю. У меня очень низкое отношение было, низкое, в смысле, низкое уважение было к Эджу всегда. Здесь оно, я не вижу никакого повода, чтобы его улучшить. В особенности, когда я вижу, как Три Штратус приходит и проигрывает молодой перспективной канатка. Вот, а Эдж – юбилей! Эх, дайте мне чемпиона мира, я его победю! Ну, хорошо, победил, молодец, да. Что там в матче было? Слушай, а кто там кого удержал в конце? Да-да-да. А, не то, что по поводу матча, но одержал Дарби, а нет, удержал, а, удержали Лучезавра, Эдж, но не суть. Перед матчем, что это было за хор детей? Я думал, мне показалось, потому что Эдж, если еще и здесь удержал хор детей, я тебе могу объяснить. Не, я понимаю, что Патриарх, Ай, 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 Бэль, да, и ему дети, его музыкальную тему же спели они. Нет, я понял, ну, в смысле, ну, почему они, почему в таком виде, например, когда вы нашли детей? Нет, я тебе могу сказать, я тебе могу сказать, почему. Поэтому это было прикольно. Ну, потому что там тоже, тоже было крипово себе навести, потому что Тони Хан не умеет в Букинг. Я же тебе говорю, конкретно на этом шоу он расписался в этом окончательно. Тони, ну, слушайте, с Криштиным все, что делается сейчас, это, на мой взгляд, прекрасно вообще. Ну, Леш, опять же, на твой взгляд, а зрители считают иначе. Они едут в Чикаго на какое-то шоу, господи, в Чикаго, которые они что с панком, что без панка могли собрать три раза за неделю. Вот мы записываем в день динамита, на него проданы три тысячи билетов. Три тысячи! Это как десять раз по триста! Я уже, наверное, говорил, могу еще раз даже сказать, не обязательно должна хорошая вещь быть массовой. То есть народу... Ну, подожди, это значит знаменитая отговорка тех, если мы здесь говорим не про высокое искусство, мы говорим про рестлинг, который ориентировался... Если хорошая вещь не является массовой, она должна быть очень высокомаржинальной в таком случае. Она должна приносить очень много прибыли. Либо она должна быть каким-то вот особенным видом искусства, который ценит какие-то там критики. Никто не ценит Ол Элиту. Ол Элиту, вот это, конечно, свои десять фанатов, которые есть у каждого Джиндера Махала. У Джиндера Махала. У него десять миллионов, скорее. Ну, плохой пример. Я почему-то в свое время говорил про Хита Слэйтера, потом стал говорить про Джиндера Махала. Но индийский рынок, он должен был переключить, конечно, на эту тему. Мы сейчас тоже к этому придем, о том, у кого сколько, кого, как и почему, там чуть позже об этом будет. По матчу-то что скажете? Рик Флэр, потому что атаковал Кристиана. Судьям опять на это плевать. Ну, это Рик Флэр, ему можно все... Нет, ему нельзя все, это Рик Флэр. Удали его из зала, он будет срывать с себя пиджак, делать ему элбоу-дроп и бросаться ботинками. Человека заканцелить не смогли. Целая культура и отмена. А тут какой-то Кристиан рефери. Давай так, давай так. Его очень эффективно заканцелили, его не было нигде, никак. И его подобрал только Тони Хан, которому плевать на вот это все. И, собственно, знаешь почему? Мы об этом говорили как-то года три-четыре назад. Ему плевать на это все, потому что и всему плевать на него. Для Тони Хана будет самая лучшая вещь... Нет, вторая лучшая вещь. Первая лучшая вещь – это получение места на каком-нибудь стриминговом сервисе хорошем. А вторая лучшая вещь для него будет, если вдруг про него, из него, ну, в смысле, из его конторы, кого-нибудь, правда, законселят или обругают или что-то. Это будет символом того, что на него обратили внимание. По-серьезному. Сейчас на него не обращают внимания. Неприятную вещь скажу. Кому? Для кого? Для всех, наверное. Ну-ка. Если какая-нибудь легенда помрет на контракте с Айдабом, это будет тоже как бы Ройл Ти некий Айдаба. Это будет показатель, потому что если всем будет опять плевать, а я не удивлюсь, что всем может быть на это плевать, то как бы вот это будет тебе очередной показатель, что, чувак... Не, не просто на контракте, а именно на ринге. Тогда я, скорее всего, не буду плевать. Это уже негативно. Нет, если, если, у нас уже, если что, просто другой пример-то у нас был. У нас уже были рестлеры, которые имели контракт с All Elite и умирали. Из этого делали абсолютный культ. Какое-то абсолютное, я не знаю что, непотребное. Ну и WWE давайте тоже справедливости ради того же самое. Не на таком уровне, не на таком уровне. Да ладно, с Брэйм Уайтом до сих пор. А, с Брэйм Уайтом, блин, ты мне вспомнил. Все, что происходит в предыдущий год и три месяца, 10, 9, 8, да, это примерно вот скрипты All Elite, да. С Брэйм Уайтом это какая-то, это беспредел. Это чушь, конечно, собачья. Сверстрик, кстати, вышел в штанах Уайта. В полосатых ты имеешь в виду, в панталонах. Ну, он и в запрещенном пентаграмме вот этом вот потом пост сделал, что да, это был трибют Уайту. А, и никто этого не прочухал на шоу? Ну, он же, поэтому и объяснил. Ну, ты же понимаешь, да, что если тебе приходится объяснять какую-то шутку или какой-то контент, значит, контент дерьмовый. Ну, да. Я знаю, что у нас будет два раза смешнее после. По матчу просто ничего особо не скажу, потому что обычный. Я вас спрошу. Давай. Скинг за предыдущий, за прошедший перед этим, получается, неделю. Сколько матчей провел? Я сейчас даже пойду открою. Три, по-моему. Или два. Три. 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 У него был матч на Динамите за неделю до. У него матч был на Коллизии за неделю до. И у него матч был на Фулгире. Это три матча подряд. Он так не проводил три матча за неделю. Ну, получается, за полторы недели. Наверное, никогда. Что случилось? То есть у него заканчиваются эти время по контракту, а матчей все еще много предусмотрено? Да я думаю, он просто может быть и сам, так как скоро карьера завершается. Ну, побольше еще себе. Я не думаю, что Стинг сам решил, вот я, контракт заканчивается, давайте каждую неделю уходить. Да, у него же видно, что Стингу, если можно не ездить, он не приезжает. Он же, ну, видно, по нему, он бизнесмен. Он тоже зарабатывает. Здесь ему прям, мне кажется, наконец-то в Хане или в ком-то там, у них, кстати, юрист, но вы теперь на эту мегу париях, можно ничего не скидывать. Видимо, кто-то сказал, короче, чувак, мы тебе платим огромную кучу денег. Давай ты уже как бета, что-нибудь сделаешь. Я понимаю, что тебе 80 тысяч лет, но ты подписал контракт. И я абсолютно уверен, что это сказал вот этот вот Тони Хан с красными глазами и чем-то белым вокруг. А это было до того, как он влетел лицом в стол или после? После, конечно. После. Лицом в стол он влетел, блин, это очень давно было. Он его укусил. Кстати, больше не прыгал пока, по-моему. Может быть, кстати, кто-то включил мозг. Да, да, да. Да, все, по матчу что-нибудь еще добавите, потому что, опять же, мы записываем этот подкаст перед Динамитом. На Динамит заявлен абсолютно мерзкий и непотребный сегмент, как и все, что происходит в сюжете Кристиана. Это, как это, рекристианинг. То есть, как это, обращение в христианство или что это? Как это правильно назвать? Кристианин. Нет, типа, рекристианин. Да, вот именно так. Я не знаю, как это назвать, но я не знаю, что с этим делать, как с этим делать, потому что, опять же, это вот к тому самому первому тесту, с которого я начал, когда вам выпихивают все, что угодно, и вы не имеете права не претендовать, не интересоваться и не рассчитывать ни на что прекрасное, ни на что лучшее, ни на то, что вы могли бы придумать. Вам пихнули дерьмо, вы, да, вот, рекристианин, да, рекристианин, был рекристианин или рекристианин. Да, рекристианин все еще лучше, чем венок из колючей проволоки на Пасху, по-моему. Я думаю, Пейджа. Нет, ну, я забыл, честно, это просто была первая такая штука. У них же было что-то похожее и чуть после. Матч с Громом после Брэй Вайта. Матч с Громом после Брэй Вайта. А до того было утопление Мэтта Харди через день после того, как Шед Гаспарду тонул. Я еще раз повторю, Тони Хан абсолютно не имеет никакой связи с действительностью. Никакой, он не понимает, что такое нормальное. Хотя, хотя, кстати, я подумал на этой, на пресс-конференции, что он немножечко это, как бы, нормально. Проблюсь. Ну, слушайте, слушайте. Вы, я, знаете, на что обратил внимание? В этом сезоне, на удивление, прилично играет Джексон Вильджагуарс. Сейчас я хочу посмотреть, как играет... Хочешь намек, что чем больше Тони Хан за атлитой, тем лучше. Да. Успехи. Да. Почему? Потому что я сейчас так... Ну, у Холкома тоже неплохие успехи в АПЛ, но относительно... Нет, он в прошлом году был, ну, 15-е место. Нет, это, пожалуй, плохое. Я почему на это обратил внимание? Потому что я включился на пресс-конференцию Хана, она шла два с лишним часа, и он все еще вещал. Я на полутора часа включился. Он провел на арене семь, минимум, семь часов минимум активное шоу было. Ну, активное шоу там до... А, спресс-шоу до пост-медиаскрама или как-то. До вот всего, да. На следующий день у Джагуарс была игра. Они, кстати, неплохо сыграли, по-моему, Теннесси обыграли. Вам не кажется, что ему как бы все в футбольной, в американо-футбольной тусовке говорят, «Рестлинг, давай, порви там всех!» Сюда не сходи, туда ходи. Рестлинг в башка попадет совсем много. У меня был руководитель, который... Извини, потому что два года назад, до того, как вот Хан просто ударился в эту тему, Фулхам был командой лифтом. Они что вышли вниз вверх, то вылетели вниз. Вот они несколько раз так поболтались. Как только Хан начал ввел второе шоу, третье шоу, начал пей-пер-вью чаще проводить... Фулхам что-то играть, что ли, научился? Я не знаю. Я не смотрю Фулхам. Я и Джагуарсов-то не смотрю, но там в прошлом году они хорошо очень состав укрепили. Им не в смысле сильными игроками, а так, как нужно. Они очень хорошему игроку Тревору Лоренцу, Кутербеку, подобрали принимающих нормальных, адекватных. И я очень думаю, что это было сделано, пока Тони Хан делал очередной анонс в Твиттере. Или просто Тони Хан ускорился. В смысле ускорился без Джексон Виттера. Не буду уточнять ничего. Я тоже... Да-да-да, само собой. Я тогда предлагаю перейти к следующему матчу. Ой, да, давайте. Расскажите мне, потому что я просто не могу. Джон Моксли... Я, кстати, его тоже поздравлю с тем, что Моксли ушел из сюжетов возле Расселмани. И, как он, помните, собирал себе тележку с оружием для матча с Броком Леснером, как ему Тарифанк давал советы. А потом Брок Леснер сказал, что-то мне не нравится эта тема. И теперь, мне кажется, все понимают, что Брок Леснер-то был прав. Вот. И Оранж Кэссиди, ну, блин, я могу только руками развести. Я не понимаю. Это вот вся как раз... Мне кажется, если посмотреть вот эту историю чемпионства Оранжа Кэссиди, можно проследить, как аудитория All Elite начала резко падать вниз. Вот. Потом к этому подключили чемпионство МДЖФа. А, он же вместе с Пейджем чемпионил. Там много претендентов. Вот. Почему, что и как, я не знаю. Потому что, мне кажется, уже даже фанаты All Elite от этого матча были, ну, как это сказать, мягко говоря, не в восторге. Я фанат All Elite. Ну, тебе понравился прям этот матч? Нет, мне он вообще не понравился. Мне понравился их первый матч. Он был классный, брутальный, с попыткой превозмочь, но с очевидным разбился о скалы пароходик, да. Кэссиди пытался, пытался, аудиоди получилось. И когда устроили вот этот реванш, во-первых, очень быстро. Ну, куда так гнать? Ну, обычно подобные вещи делаются, там, через полгодика, через годик, я не знаю. Вы хотя бы дайте, там, Кэссиди снова репутацию понабивать. Моксли тоже что-нибудь как-то. Вопрос. Что даст за полгода условные 31 снова защиты к Оранжу? Вот. Реально. Ну, хотя бы что-то на кону будет. Нет, а тут случилось бы то же самое примерно, что некогда с титулом TNT, который менялся между тремя людьми просто вот так вот по кругу через неделю. Это совсем... У меня есть ответ на любой вопрос по этому поводу. Тони Хан не умеет в Букинг. Он не понимает, что делать с титулами. Он не понимает, что делать с рестлами. Это новая религия, отчего все проблемы... Тони Хана? Тони Хан не умеет в Букинг. Тогда он сектант. Нет, нет, я говорю, это можно так новую нам обосновать, мировую, всеобщую. Все проблемы от Тони Хана. Свидетель по холлу Букинга Тони Хана. Да, да, да. У него же имя еще это Рафик второй, Рафаэль. А Рафаэль это какой Архангел? Чего? Надо посмотреть, кстати. Я только по Терри Пратчту знаю. Нет, я тоже по всяким этим самым букв... А, это Рафаэль. Рафаэль. Он же там, по-моему, боевой, что ли, Архангел или нет? Там же у них у каждого есть специализация. Так они все, наверное, боевые же. Не, не, там один, грубо говоря, лечит, другой... А, да, Рафаэль это исцелять. Слушайте, теперь понятно, почему он в белом порошке. Медикамент. А, ну ладно. Ладно, не поддерживаю шуток против Тони Хана. Человек страдает, ему столько Букинга придумывают. Тяжело вообще-то. Касательно Кэссиди с Моксли. Если в первом матче эмоции были вызваны, то есть за этим было интересно наблюдать и все было сделано грамотно, то тут и как-то сюжетно это абсолютный бардак. То есть у Кэссиди... Сюжет, стоп, ты сюжет какой-то там нашел? Ну, условный сюжет, хорошо. Вот эта вот мотивация Кэссиди. Я неполноценный чемпион, пока не победю того, кто меня победил. Гениально, отлично. Именно так работает чемпионство. Нет, ну как бы какой-то зерно логики в этом есть, но... И Моксли, у которого вообще ничего не придумали, он просто такой... О, Кэссиди, ну ты этот титул-то обратно урвал просто потому, что повезло опять. А так бы я бы был, ну вот я тебя теперь выпилил. Вот все, это отлично. Я не знаю, зачем это вообще все было. И я уже понимал то, что реванш обязательно Кэссиди выиграет. У меня теплилась надежда, то что сейчас они выходят. Моксли за пять минут урабатывает Кэссиди, отжимает титул. И это могло бы привести в теории к чему-то более интересному. Нет, получился матч абсолютно скучный, абсолютно безидейный. То есть если в первом хотя бы прослеживалось построение на том, что да, Моксли сильнее, да, Моксли и за рингом мощнее, и на ринге мощнее. Но вот эти вот дурилки Кэссидиевские и сам факт того, что Моксли его вначале недооценил, помогал Кэссиди держаться очень долго. Он там то с ринга выпадет, да, как всегда обычно, то вот эту дурачливость свою устроит ненужную, а то начнет лупить в полную силу, чего Моксли не ожидает. Тут абсолютно безидейный матч, какая-то возня-копотня, и Кэссиди пять оранж-панчей выдает и побеждает. Ну, это полнейший бред, это ненужно. И это и Кэссиди тоже в минус сыграло. Это не сработало, как какая-то крупная, крутая победа над трехкратным чемпионом Лобиты, над одним из сильнейших рестлеров в ростере. Ничего подобного вообще. Подожди, вот тут у тебя очень много неправильного, как бы сказано. Во-первых, Джон Моксли уже давно не самый сильный рестлерол элиты. Он никто по последнему времени. Вообще, пустота. Они говорят, что блэкпуловцы самые сильные. Ну, говорят. Про янгбаксов тоже говорят, что они ведут себя как дети, и все повторяют, что они ведут себя как дети. Они всегда так себя вели. Контролиона называет себя лучшей группировкой в истории рестлеров. Да, да, да. Это очень известная тема. Если сказал Букер, значит, ты так должен думать. Опять же, запомню, ты не имеешь права ни на какое свое мнение. Ты не имеешь права, как бы, надеяться, рассчитывать или ожидать лучшего. Нет, ни в коем случае. У тебя не должно быть никаких амбиций, если ты смотришь ол элиту. А с Кэссиди, мне кажется, намного хуже и намного больше. Ему во вред сыграло то, что он проводил этот миллиард неадекватных защит, которые были абсолютно пустыми, абсолютно одинаковыми. Были вообще ничем друг от друга не отличались, завершались его победами. И потом просто по умолчанию, вот как по этому, по сигналу бежали охвалители. Это очень хороший матч. Очень хороший матч. Да, в коробку с четверочными дисками. Если кто-то смотрел КВН и команду КВН «Луна», тот, возможно, оценит. В идеальном мире этот матч должен проходить Брок Леснер, Кофи Кингстон 6 или сколько там секунд в пользу Моксу. Нет, подожди, не надо. Если бы Мокс, господи, Кофи и Леснер проводили матч в Ол-Элит, у них был бы 40-минутный матч. И Кофи Кингстон победил. После какого-нибудь глупого приема. Со второго раза. Со второго раза. Не с первого, со второго, да. Да вот, в общем-то, больше нечего. Поэтому добавить это абсолютно дурацкое. Тут я соглашусь, что это вот... Титул, давай так, титул провальный. Матч провалился. Причем, опять же, исполнители могут нравиться без проблем. Но тут даже, как сказать, даже у фанатов Ол-Элиты возникли вопросы. А стоп, а если в будущем они решат объединить интернациональный и континентальный титул в интерконтинентальный, это нормально будет? Нет, это будет предъява за авторские права. Скорее всего. Поэтому нельзя. Хотя они и так постоянно оговариваются. Бедная Рене, которая Эджи называет Эджи. Раза по три, наверное, зашел всегда. Эээ, Эдам Коупланд. Я не то сказала. Да. Это и в Батчамане тоже, надеюсь, этим угорают постоянно. Стоп, копирайт. Ладно, я предлагаю дальше идти в лучшее, хотя раньше тоже тяжело. Дальше попробуйте, потому что, честно, я это... Блин, эх. Единственная причина для этого матча в основном карде, это чтобы Рос не спрашивал, сколько женщин участвуют в матче, ну, в карде. Их пять, это, ну, шоу, их пять, все прилично, все нормально. Да, и опять же, и мы тебе напоминаем снова в очередной раз, что ты не имеешь права какие-то выдвигать требования, иметь ожидания или рассчитывать на что-то хорошее. Нет, просто у нас местечковый пуш Тони Шторм, потому что... Я не знаю, мне кажется, Тони Хана лично это прет, и поэтому пусть это будет. Ничего остального за этим нет. Я вообще не понимаю. Вот гиммик Таймлес Тони Шторм... Ой, подожди, извини, пожалуйста, я сначала хочу передать огромный привет всем тем, кто меня поправлял и кричал, что она Мэрилина Монро. Она не Мэрилина Монро, я говорил это тогда, я продолжу это сейчас. Она как бы олицетворяет вот то поколение артисток золотого... Да, 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 перечисляли несколько. Внешность такая же, улыбка такая же, обаяние такое. Поэтому Таймлес, что она из тех времен, вневременная. Да, она, по-моему, просто из психушки, скорее, какой-то бежала. Ну ладно, я ненавижу подобные гиммики, я уже говорил. В рестлинге, да, имеет право быть место театральщины какой-то. Но все вот эти вот гиммики, не знаю, условно, бомжей каких-то, зомби, Undertaker мне тоже как гиммик-то вот именно такой, мистический, никогда не нравился. Ой, я хочу передать очередной привет, извини, дебилам, этих всяким инсайдерам, которые нам на протяжении лет 20-15 утверждали, что Гробовщик ненавидел гиммик-байкера. И все полудуржные вот эти вот дерчитовцы, твиттерасты и реддитеры рассказывали о том, как он ненавидит байкера. Ага, а потом на последний матч он в каком образе вышел? А на юбилейный ров, в каком он образе вышел? Когда Гробовщику можно выбирать? И вон в СИО он тоже вышел. В каком образе он вышел? Пацаны, никогда нам не врали, никогда не врали. Теперь ты понимаешь, что каждому сообщению уже из тех лет, вот этих проплаченных идиотов, которые сейчас обсасывают каждую, извините, часть тела Тони Хана, нужно и те сообщения как-то воспринимать по-разному. Ну вот я просто подобные гиммики не выношу, они всегда идут во вред рестлингу. Потому что Тони Шторм, я не знаю, там типа кому-то это нравится. Я не могу понять, судя по реакции публики, ее вроде не включают. Но что это вообще такое происходит? Вот эти вот кривляния, ужинки. Это она переигрывает. У нее задача переигрывать. Да, я понимаю. И опять же, Леша, и в рестлинге это все-таки тому же трезис. А что она играет, если она переигрывает? Она не играет, она переигрывает. Нет, нет, ну в смысле, она что-то переигрывает, ну, чтобы что-то... Она киперизированная звезда той эпохи. Никакой нет. Она посмотрела два жеста, она их пересиливает. Она вот, она кривляется, кривляется. Да, я тоже так могу. Только у меня жопа не такая. Ну да ладно. Это ты сейчас с сожалением или сражаешь? Дорогру такая же. У меня просто этого, дуршлака нет. Или что-то по ловлике, я даже не понял, что я туда положил. Короче, это вот... Давай так, я не смотрел матч. Я смотрел, но лучше бы нет. Я смотрел, но лучше бы нет. И причем я бы смотрел, но лучше бы нет два раза. Не знаю. Я бы второй раз убежал бы уже просто. Мне просто было вень перематывать, поэтому идет и идет. Вот, я уже начал вкитывать это все. Вот это вот просто в такой минус идет, потому что сами себя... Подождите, вы узнали, кто с ней выходит? Нет. Изначально. Если бы не было ссылки на профиль, я бы даже не понял. Я сам оппонент Криса Джеррика на 30 лет. Юбилейный матч. Один из матчей. Да. Который говорить-то толком не умеет. Только страшно кричать. По-моему, 25 или 30. 30, по-моему. Наверное, 30-летие карьеры, да. Ну, в общем, это Лютер, да, из Spanish Announce Project. И он же Chaos Project раньше был. Абсолютно бессмысленно. Но это, я уверен, что Джеррика так... Давай, вот, сейчас до ТВ будешь, старый Лютер. Друганы, друганы. Ладно, про Tony Storm. Это невыносимо. Это вот то, от чего больно. И это настолько, ну, как бы, игра против себя. Вы говорите, каких вы набираете крутых, типа, женщин, которые рестлерши, а не модельки, как в WWE. И у вас есть Tony Storm с гиммиком, который вообще мимо рестлинга. И вы подписываете ту же Mariah May, которая с гиммиком ТПшки, абсолютно модельки. Женский ростер, вот, в Айдабе, это... Леш, я напомню ответ. Tony Khan не умеет в букинг, он не креативен, он не умеет ничего придумывать. Это так все, вы можете сказать. Я знаю ответ, но... Нет, подожди. В течение некоторого времени у него был, повторюсь, у него был набор заготовок. Я повторяю это сто раз, я буду повторять до бесконечности, с которыми он входил в All Elite. Потом заготовки кончились, и нужно что-то креативить, а у него ничего нет. И вам, опять же, вам вот эти проплаченные полудурки повторяют, если просто так рандомно упомянуть что-то из прошлого, это долгосрочный букинг. Если мы просто рандомно натаскаем представителей Мексики, Англии и Японии, это глобальная экспансия. Если мы рандомно проведем шоу с этими самыми приглашенными рестлерами, это совместное шоу. Ну, вот, да. У меня вопрос, вот, начиная с All In, когда Тони Шторм проиграл, Сарай, Сарай проиграл, Хикару, Хикару проиграл, сейчас Шторм. Что изменилось? Ну, кроме того, что он теперь не у Откасток. Я тебе даже скажу так, что два года ничего не менялось. Они просто... Такое ощущение... Два года? Ты пропустил весь сюжет Откасток? Ну, после Хейтера, ладно, давай после Хейтера скажем. После Хейтера было не два года. Ну, ладно, ладно. Ну, там и с Хейтер тоже начались. Вот как Откастки, в принципе, весь женский дивизион, он сводится непонятно к чему, потому что вроде он не такой уж и маленький, да? Как бы там, если чисто посмотреть на циферки и картиночки, там есть кто-то. Но, типа, обе титульные гонки, это до бесконечности по кругу одни и те же люди. То же самое и со Статландер, про которую попозже ТБС. То же самое, там, типа, одни и те же люди, вот они покрутились, когда уже, наверное, понимают, что пятый раз подряд от этого человека защищаться от Эстрада. Такие, ну, давайте, ладно, титул поменяем, сделаем все то же самое, но просто с титулом другой человек. Вот здесь вот абсолютно идентично. Ну, только ладно, если Шторм раньше еще там в свои чемпионства хотя бы был рестлершей и проводила время от времени удобоваримые матчи, не скажу, что какие-то запредельные, хотя мы хвалили их работу с хейтер на ринге, это, правда, было весьма неплохо. С приходом Сарая, с планочкой вот этого вот рестлинга, она просто на низ куда-то упала и не встает. Так ее раньше не было, подожди, ну не было, ну хорош. Ну, не было чего-то вау, то есть, да, мы сексисты, которые, типа, женские рестлинг, ха, вот, но, то есть, есть разница между тем, что ты смотришь и не впечатляешься, вообще не особо интересно, а есть разница, когда ты смотришь и глаза хочется себе выровнять, условно, то есть до такой степени это плохо. Я помню, когда там, да, пусть была Найла Роуз, какая-то Шида, кто там, какие-нибудь, Лихонки, да, Рихо, Юкиса, казаки привозили. Единственный просвет был, когда они уперли сюжеты из NWA, Игорь Мороза с Сиреной Дип, не считая их сюжетов и их сегментов, когда они выходили на ринг, это единственное, что там было сильного. Да, ну, типа, те матчи, они были в пределах допустимого. То, что происходит сейчас, вот, со Шторм, я не знаю, вы кричите направо-налево то, что мы не WWE, но это абсолютно WWE-шный какой-то гиммик, даже, может быть, не сейчас, но не эпохи Triple H, да, когда тоже рестлинг, вот, а где-нибудь там 10 лет назад, когда вот таких вот придурковатых, нелюбимых мной гиммиков был каждый второй. И да, они что-то потолкались, подурили, провели два приема. Все остальное, это совершенно какие-то вот такие вот сюжетные бредни с тем, что туфлю принесли Тони Шторм, она там туфлей ударила, половника на себе. Ну, заметьте, у них это, вот, это правда, это, ты знаешь, они же думают, что это круто. Вот я и говорю, это переобуться, это переобуться и это сыграть против себя. После этого уровень уважения понижается в отношении Айдаба с моей стороны. Ну, в принципе, в женском там никогда особо высокого уважения-то и не было. Ну, а это прям кошмар, вот такого быть не должно. То есть Хикару Шида, которую вы показываете как одной из самых сильных чемпионок, одной из самых... чемпионство, она проиграла это чемпионство. Это тупо. И это ее третье чемпионство, и у нее там защиты какие только не от всех и вся, и вот против... Подожди, в смысле она не проиграла? Ты имеешь в виду, что она не была удержана? Да, да. Да. Ну, как бы. Сарая выиграла, удерживая ее. То есть, и она, в принципе, за весь год, это говорилось на шоу, не проиграла ни одного матча, будучи удержанной или по-болевому. Мы будем вспоминать ее матчи? Я готов напомнить, все матчи, которые она не проиграла. Ну, там вот этот вот набор... Кстати, я вот сразу смотрю, ее первый матч в Олл Элите в этом году она проиграла. Это был, правда, командный матч, ауткарский против Бейкера Шиды. Ну, явно не ее... Ну, может, там Бейкера удержали. Да, там Бейкера удержали. Я не знаю, какая разница, по факту она проиграла. Не, не, ну ее не удержана. А, она, давай так, наверное, она была не удержана, это важно. Проиграла не она, проиграли за нее. Да там вспоминать-то что, я говорю, вот это вот ауткаски, да, кто еще? Какая-нибудь Скайблю там крутилась какое-то время. Иногда наплывами Валькирия, и все, и вот этот вот костячок чередуем, 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 заменяем, чередуем, чередуем. Ну, ты же понимаешь, что Тайя Валькирия – это рестлерша с опытом выступлений в разных странах, с образованием, которое она получила и в Мексике, и в Канаде, и в Америке. Это рестлерша с опытом телевизионных выступлений, которое, безусловно, усилит женский дивизион All Elite. Скайблю – это молодая и восходящая звезда родом как раз из Чикаго, и зрители буквально заставили Тони Хана подписать с ней контракт, потому что она покорила всех своей харизмой и непринужденностью, которая растет буквально с нами, растет вместе с нами и у нас на глазах. И мы видим, как она потрясающе развивает свой персонаж в недавнем сюжете с Джулией Харт. Джулия Харт, которая из ниоткуда в 16 лет начала получать образование в школе рестлинга у Коди Роудса и Кьюти Маршалла. И мы видели, как она сначала начинала с точки зрения Фейса, с позиции менеджера такой спортивной молодой группировки, потом совершила хиллтерн, перевела невероятную человеческую и персонажевую работу. Мы видели, как она на протяжении полугода эволюционировала от простой чирлидерши к представительнице темного культа «Дома черных», «Дома тьмы». И теперь она пришла к тому, что может претендовать и на то, чтобы занимать чемпионские позиции на фуллгир. Она это доказала нам об этом чуть позже. Более того, сюжеты и сценарии, которые связаны с Джулией Харт, теперь ее вовлекают в то, что уже она, в свою очередь, инициирует Скайблю, которая тоже становится, вступает на темный путь, дорожки к хильству и, возможно, тоже к присоединению к одной из группировок. Ты понимаешь, я вот такую хироту могу говорить о бесконечности? Вот здесь, дорогие слушатели, вырезаем вот этот кусок, открываем ютуб-канал «Росомаха хвалит» и заливаем «За что я люблю АЕВ». Это женский дивизион отдельно. Да-да-да. И все, работа сделана. Чудо новогоднее получилось. Хватит про женщин, давайте дальше лучше. Я не могу уже, потому что там еще будет, но там буду хвалить, честно. Командный матч с лестницами. Скажите, зачем там лестницы? Объяснено. Потому что большой билл самый высокий. Я не знаю, почему это аргумент, но это аргумент. Могу объяснить даже несколько. Нет, ты сейчас сюжетно объясняешь, да? Нет, это проговаривалось, то есть Рикки Старкс выбрал такое имя для матча. Рикки Старкс сказал это для чего лестницы, потому что они не хотят, чтобы, условно, короли удержали кого-нибудь с Фоксиона, и они проиграют титул. Поэтому он выбрал не матч на выбывание, а матч с лестницами, который они проводили. Да, странная логика. Нет, нет, там логика еще была в том, что больше всего они боятся ФТРов. Один раз он был на революшне. ФТР это чистые технари, вот такой технический рестлинг, типа преимущество Большого Белла, который, условно, может на вторую ступеньку встать и достать чемоданчик. Ну, я не сказал, что это проблема. ФТР свой единственный матч выиграли. Или мы говорим про реальные вещи. Если мы говорим про реальные, это бред, это никакого смысла не имеет. Если мы говорим сюжетно, Рикки Старкс и Билл никогда не славились матчами с лестницами. Это ни о чем. Ну, просто он высокий, вот и все. Ну, если подумать реально, на самом деле... Я договорю твою фразу, он высокий, and you can teach that. Правильно? Да, безусловно. Ну, если реально подумать, то во всех командах есть поломанные люди. И чтобы, если хотя бы они и выиграют, то они поломаются к хренам собачьим. И титул станет авокатом, как женские команды в WWE, и, может быть, они снова вернутся. Это единственная логичная причина, почему, собственно, выбрать лестницу. Потому что спот там были смертоубийственные. Ну, кстати, еще, если так задуматься, то рост Большого Билла тут не столько помог бы ему снять чемодан, а действительно просто всех скидывать. Что логично. Ну, то есть он просто подошел за ногу, дернул и ушел. И все. И такое было пару раз за матч. Ну, у меня нет претензий к идее выбрать лестничный матч как решение регистрации. Не находятся мысли, что просто у нас много рестлеров без матча, и мы хотя бы восемь из них соберем вот сюда. Хоть так. В один большой кластерфакт. Ну, это довольно долго мариновалось на коллизиях. Ну, естественно. Естественно. Даниэль Гарси, наверное, сидел в это время, смотрел и кусал себе все части тела. Эх, как жалко, я не в команде. Подождите, я в команде? Ну, там сложности у них в команде. Они же все проиграли, потому что ему Дэдди Мэджик, Мэтт Моннар, не заинтересовался. Ты запрощаешь танцевать. Да. Я потанцевать хочу. Сэмми Гевара, который ушел к своей семье. И Эдом Пейдж, который ушел в родительский, как называется, декрет. Декрет, декрет. Да, да. Короче, по матчу отличный матч. Мне очень понравился. Ну, нет же. Ну, почему нет? Очень много хороших спотов. Отличный темп. А, потому что вы у него какие-то линии поставили, наверное, да. Я в матче удивлен то, что Дралистика дали минуту славы. Это единственное, что меня реально удивило в ходе действия всего. Дралистика сказал, наконец, ребят, ну слушайте. О, нет, он сказал, лос перос, пергума-ме, джа, блин, я не помню ни одного слова. Альфар, да, 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 асталависта. Мне больше нравится, как Андрадо. Нет, асталависта, я не знаю. Точно, да, 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 компьё-доро. И ты такой, да, ты будешь на матче с лестницами. Куда прикольнее реально Андрадо говорит, когда он пытается какую-то пробу толкнуть. Вот у меня друг такой же был, он плохо знал английский, и он когда на уроке по-английски что-то отвечал, он говорил, ну, уже терялся и начинал говорить просто русские слова, как будто по-английски. Он такой, типа, окей, I go to кинотеатр. We bought some, это, чай. И Андрадо точно так же, он говорит, говорит, потом просто говорит испанские слова с английским произношением, или наоборот. Но они же, это тоже, это нет, здесь я готов заступиться, это не там придумали, и не он первый, кто это делает. Просто это, знаешь, это из серии, ай, ладно, я не хочу говорить про этих новых японских рестлерш и про старых японских рестлерш. Это оставь, но потом это еще будет когда-нибудь. Вот станут чемпионками, покорят, да, были, да вы, это в других местах. Не, я никогда не подумал, что мне начнут нравиться, на самом деле, Факхион и Гобернабли, а, в принципе, почему-то сейчас довольно неплохой команды выдали. Мне понравилось, как к ним добавили Простона Вэнса, такое неплохое дополнение. Было чрезмерно растянутое, я так понимаю, то, что было связано с тем, что там Руша от травм оправлялся. Вот, но... Трестающий букинг, когда, если кто-нибудь получает травму, просто ставим на паузу. Ну, там были вот эти вот ставочки кинематографичные. Единственное, что я не понял, с видеоставками, да, типа, сначала Простона и Дравистика месят, кто-то неизвестный, потом они дают отпор, потом они куда-то приезжают, ну, в смысле, это было непонятно и не связано. Они закалялись в Мексике. Житуху Бандюгана прочуяли, закалились и вернулись. Не, на самом деле, все команды, которые в матче участвовали, вполне себе претендуют на чемпионство легитимно. Да, потому что чемпионство ничего не значит. И никому не нужно. Потому что Тони Хан... Потому что чемпионы — это два рандомных рестлера, соединенные вместе. А здесь три команды. Это тоже хорошие чемпионы. Наконец-то Большой Билл хоть как-то пришелся к месту хоть где-то, потому что до этого он болтался то с одними, то с другими. Это абсолютно... А сейчас он болтается с Рикки Старксом. Ну, и нормально. Который как бы должен был быть его этим менеджером. Из-за его лицензии, что он там получал. Да, но они неплохо друг друга дополняют. Да, как и Рикки Старкса неплохо дополнял Гугл Хоббс. Как неплохо Рикки Старкса дополнял Тез, или кто там раньше с ним был. И как все другие, кого дополнял Рикки Старкс, который такой нечеловеческий прогресс за три года совершил. Молодой рок. Молодой рок, очень молодой. Все еще, да, да, да. Ну, на самом деле они прикольно смотрятся, потому что Рикки Старкс такой коротыш в подгузничках своих, которые немножко... Ой, да неужели... Слушай, потрясающий просто контраст. Давайте мы к большому виллу поставим невысокого рестлера. И давайте... А как оригинальный рестлер будет... Да. И он будет говорить смешные вещи. Бада-бим-бада-бум. Например. Это же потрясающая идея. Я классный, говорит Тони Хан вот так. Просто зима, а насморк вечно. Да, 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 да. Немножечко. Извините, я просто пирожки пек. Это мука. Да, да, да. Отдельно-отдельно я прям огромнейшим фанатом становлюсь Броди Кинга. Это какой-то универсальный, идеальный рестлер в моих глазах. Который выступает-выступает, потом получает травму, не выступает. Выступает-вступает, получает травму. Да-да-да-да, потому что что он там долбал рукой в стену? Классный рестлер. Да, она уже зажила так-то. Все нормально. Он на гипстон он носил. Ну да. И даже колотил, по-моему, оранжу. Да-да-да-да. Так что вот, матч очень хороший, очень зрелищный, хорошо исполненный. Споты были сложные, споты были опасные. Никто не умер, никто не пострадал. Вроде бы. И отлично. Все. Да, привет. Еще можно передать Малакай Блэйк. Вместе с Клаудио Кастаньоли. Ну, не, Малакай Блэйк у другой привет нужно передать. Ты пробовать матчу сможет? Этот вообще там. Я имел в виду, что вот он получил себе место на своем шоу, где все будет не так, как на Динамите, где будет хороший рестлинг и акцент непосредственно в спорта, а не в развлечении. Получи командный матч Дролистика и Престона Вэнса. Нормально. Слушайте, а смотрите, они же там все четыре команды собрали, которых на коллизии подбирали одно время. Да-да, это коллизион. Сейчас, в принципе, командные титулы на коллизии тусят. Очень здорово, потрясающий букинг, просто феноменальный. Я фанат. У меня есть все его диски. Второй момент для вырезки. Для вырезки, говяжьей вырезки. Короче, дальше набор любимых рестлер Шроса. А я внезапно для себя, я ничего от этого вообще не ожидал. Но, в принципе... А кто ожидал? Погоди. Ты не ожидал. Ну, вот просто ты здесь выбил всей силы. Ты стал нон-конформистом из конформистов нон-конформистов. Понимаешь? Ты стал настолько круче, что даже не пошел на конкурс танцев. Да. Потому что Джулию Харт, как ее пиарили за несколько недель до, это что-то невероятное. После возвращения, да. Да-да-да. Это что-то невероятное. Она абсолютно такая же. Пустая, неумелая. Ну, там, естественно, что-то больше. Молодая. Она молодая. Сколько ей лет уже? Про нее уже пять лет говорят, что она молодая. 22 и Sky Blue говорили. Не, вот... Ну, он за городом тоже был надеждой чем-то ЦСКА до 20 лет из тысячи травм. Да, и Самуэль Литро тоже. Я просто... Как? Как? Ну, ладно. Пусть прозвучит, опять же, сексизм на максимум. Но в рестлинге очень чувствуется, что молодым девушкам прям тяжелее, чем молодым парням. То есть, если бывает, там, годам к 20, какой-нибудь молодой рестлер уже вполне себе укомплектован, и ему только, там, габаритиков, опыта поднабрать-то вот... Что такое укомплектован? Ну, все, что надо, все при нем. То есть, приемы исполняют хорошо. Что, зажигалка, фонарик, плавка, птичка, заперли лопатку. На нем можно плавать, когда он пердит. Вот это, если что, отсылка к фильму, это я не совсем с ума сошел. Ну, укомплектованно я имею в виду, что у него есть какие-никакие там навыки актерства. Он как-никак умеет в рестлинг. Ну да, да. Более. Ну, что-то такое. Вот у женщин, короче, оно все тяжелее идет. Вот, по крайней мере, я в рестлинге не могу вспомнить ни одну яркую рестлершу, которая вот прям как-то в молодом возрасте была звездой. Ты сейчас провоцируешь меня, я не понимаю. Давай попробуй, я не знаю. Мне интересно просто, я честно не знаю. Просто я сейчас тоже сейчас вступаю на скользкую дорожку конформистов, нонконформистов. А как же Роксана Перес? Ой, камон. А как же Кора Джейд? Да-да, сиськи увеличила. Главное достижение. Я не смотрел их матчи, я не знаю. Мне тяжело сказать, но, типа, обычные инстаграмные девчонки, по-моему. Я не могу смотреть NXT 2.0. Просто не могу. Сложно было выйти на этот вопрос. Верой в хороший букинг Тони Хана не позволяет. Да-да-да. Я свидетель букинга Тони Хана. И, в общем, мне этот матч внезапно очень сильно понравился, да, с оговоркой. Я... Вот такое вот ощущение, что напланировано все, но выдуманно было очень круто. Исполнить они это не смогли. То есть построение матча, что есть здоровая Статландер, чемпионка, опытная. Абсолютно бесполезная, переломная, опытная. В каком месте она опытная. Я не знаю, какие фильмы ты с ней смотрел, что она у тебя опытная. Она вообще неопытная, она ничего не может на телевидении. У меня нет таких фильмов. Нет. А ты проверял? Нет. Я просто нет. Я ее ценю как крестлер, шо. Да. Прекрасно. И всех вообще девушек в рестлинге ценю только как крестлер. Ну, это, кстати, правда. Я даже в жопушную не захожу в нашу. Это так называется отдельный подчат в чате. Проговорился, главное. Первый человек, который упомянул в подкасте это. Не первый. Далеко не первый. В этом подкасте? Не захожу. Вот. Короче, очень классно. А еще было бы сейчас здорово. Кто-нибудь в фотошопе поставьте Марвелу в теле картинку прям четкой жопы. Прям вот так. Не захожу. И Марвел закрывает пальцем. Раз-раз проскролил. Ладно, я не буду этого делать на всякий случай. Я не знаю, что там у Ютуба по этому. Я о том, что есть одна крупная рестлинг и две мелкие. И то, как они все вместе взаимодействовали, то есть там она одну кидает в другую. Или они вместе что-то против нее делают. Ну, это очень редко видно, особенно в женском дивизионе. К этому прибегают крайне редко. А здесь очень много всяких фишечек было продумано почти всегда. То есть они большую часть матча взаимодействовали именно втроем. Буквально, по-моему, пару раз оставались один на один. У меня одно, что сказать. Главное без травм. Слава богу, все живы, целы и здоровы. Да, потому что вот здесь вот они даже не дожимали на самом деле. Потому что Статландер может получить травму даже во время простого шага. Это самое простое. Я сам, как человек, который в футболе в первом же матче так травму и получил, выбивая мяч от ворот, я скажу то, что подобные вещи самые лучшие. Да, да. Есть просто склонность к травмам, а у нее это на 220% склонность к травмам. Ну вот да. Но на самом деле я этот матч посмотрел дважды, потому что я не поверил. Сначала сам себе. Я посмотрел батч и такой, так прикольно. И я отмотал, я посмотрел еще раз. И действительно, концептуально это очень хорошо продуманный батч. А прикольно ты про результаты или про что? Нет, ну результат тоже интересный. Как бы вот эта вот продуманность, она была во всем матче. То есть мне не очень были интересны сюжетные подоплеки Sky Blue, которые харкнули в глаз. Это ладно. А Джули Харт? Джули Харт уже прохаркованная. Более того, ей мужчина харкнул в глаз? Это то есть более осуждаемо, да? А потом ей и другой мужчина дожницы провел. Это называется как это? Харкинг. Гендер он гендер вайланс, а это внутригендер и вайланс. Интергендер вайланс. Это такой титул надо вводить тогда. Интергендер вайланс чемпион. Давайте Тони Хану напишем. Короче, правда, очень классно они продумывали все вот эти вот свои секвенции, действуя все втроем. Когда большая Статландер отбивается от вот этих вот двух мелких демонических девчонок, оно выглядело клево. С точки зрения исполнения они это, конечно, не потянули вообще ни разу. Что-то получалось. Как обычно. А знаешь почему? Потому что Тони Хан плохой ликер. Молодец, да. Я если на экзамен когда-нибудь еще пойду, я знаю, что там отвечать на все вопросы. Это как статистически, типа, всегда B больше всего в тестах с четырьмя вариантами ответа. Вот я это просто буду новой добавлять. Ладно. И конец матча, да, тоже прикольный. Потому что Джулия Харт подловила тот момент, когда можно было действительно превосходящего их обеих по силе Статландер вмазать ей и удержать отрубленную плю. Концептуально обалденный матч, опять же повторюсь, но вот исполнение мне очень напоминает наш чешский рестлинг. Когда мы лучшие... Ты скажешь, наш чешский рэп. Это чешский рэп. Кстати, чехи любят рэп. К сожалению, он очень сильно похож на русский. А я знал. Да? Да. Соболезная. Я не просто так привел это сравнение. Вообще, почему-то все вот и поляки тоже... Да сейчас все, наверное, рэп любят. Нет, слушай, польский рэп это отдельный феномен. Это буквально почти то же самое. Мне кажется, это... Ну просто, может быть, он больше выразительный. На 1 апреля пишем подкаст про польский рэп тогда. А так, вот напоминает, как мы в Чехии, в нашем промоушене маленьком, все дурачки малолетние, насмотрелись лучи андеграунд. Такие, давайте, короче, сейчас вот такие же секвенции будем выдавать. То, что ты прыгнешь, значит, с третьего каната за ринг, я тебя в полете ударю суперкиком, и ты отлетишь в него. Давай. И потом... И получилось что-то, кто-то куда-то кубуриву катился. Ну, так в целом, кто-то похлопал и сойдет. Вот здесь вот... Контент для бочемании. Да, кстати, мы были в бочемании, если что, дважды. И даже моя правая нога там была. Я полуси не влез, но мою правую ногу там видно. Да, уже не помню, как это там... В начале сотых это было. Ну вот поэтому, правда, я не знаю, кто им придумывал матч. Может быть, и сами как-то придумывали. Придумано супер шикарно. Если бы это все делали хорошие исполнительницы, а не одна хорошая исполнительница. Одна более-менее неплохая и одна вообще никакая, то получилось бы... В комментариях сами распределите, кто из описанных мармалов кто. Пожелаю, да. Как вам больше нравится, так и расписывай. Причем хорошая исполнительница здесь вечно обязательно про рестлинг. Может быть, исполнительница... Судья, например. Да-да-да. А кто судил? Не облик. Единственное... Она хорошая исполнительница. Единственное, что я рад, что Скайблю не было в своей Атире. Скуби-Ду. Потому что Скуби-Ду не должен проигрывать матчи. Никогда вообще в жизни. Кто-то в интернете видел, пошутил. Короче, в контакт зашел, там все комментарии подобного рода. Ну, кто-то написал Скуби-Ду-Би-Ду, в жопе сделаю дыру. Я посмеялся, мне очень стыдно за это. Как вы пришли к этому от женского матча? Скайблю ходила в костюме Скоби-Ду. На коллизиях, как минимум. Ну, вот, вот. Вы понимаете, теперь фанатскую аудиторию Айдаба, знайте их в лицо. Ну что, теперь к самому позорному позору. Ну-ка. А, мой любимый матч нашел. Джей Уайт не согласен с этим. А, был еще Джей Уайт. Да, это, пожалуй, конкуренция. Ну ладно, давай. Скажите, чем вам не понравилось? Кроме того, что сюжетно это максимально всрата. Подождите, ты сейчас про что? Про техасский дэс-матч. Ну да, потому что на дворе 2023 год. И дэс-матчи не котируются. Ну, это недопустимо. Во-первых, не дэс-матчи, а такие матчи. Во-вторых, от рестлера, который не умеет, не понимает, не знает, что проводить. И, в-третьих, в таком виде, с такими спотами, которые были исполнены. Я что-то вот, если бы мы записывали вчера-позавчера, наверное, я бы просто орал бы матом. А сегодня что-то я как-то подуспокоился. Кстати, да, вы обратили внимание, после какого спота у него кровь, у Стриклинда кровь появилась? Как в начале. В самом начале, после какой-то ерунды, по-моему. Ну, в плане, там пейдж его целенаправленно всем подряд мутузил и степлером бомбил. А, кстати, у меня шутка. Тони Хан не смог снять стейпл с центр, и он решил устроить свой стейпл. Это хорошо, да, стейпл. Это прям хорошо. Ну, ладно, давайте я тогда скажу, что, наверное, один из лучших матчей подобного типа, который я видел, напоминает действие, опять же, Стриклинда против Фокса в Луче Андеграунд. У них был потрясающий матч. Все-таки сравнил сразу же. То есть, как отдельный матч он не котируется? Да нет, почему котируется? Тут другой вопрос, что мне очень нравилось, как начинался их фьюд. Мне очень понравился их первый матч. Ну, слушай, это фуфло же. Ну, откровенно же. Фуфло потом началось. Вот это вот фуфло началось. Подожди, давай так. Что ты имеешь в виду, как хорошее начало их фьюда? Ну, в принципе, то, что у них была обоюдная претензия. Стриклинд жаловался на то, что вот Пейджу время дают, хотя Стриклинд читает ВС Планет. Вот такой сюжет. Вот такой сюжет. Ну, все же. У меня нет времени. Да, да. А где мое эфирное время? Там не только во времени было дело. То, что вот у него там друзья, у него все есть, он чемпионом был и все такое. А Стриклинда, он там... У Стриклинда свои друзья есть. Кто-нибудь, кто не любит, он бандюга, у него принц нано танцует, да. Вот, блин, давайте так. Нано танцует очень заразительно. Я прям не могу. Я пересматриваю по нескольку раз. И я должен добавить, что в этом выходе очень крутой танец сделали, заказали. Я готов-то признать. Я не разбираюсь в танцах. Нет, это не было кринжово. Это очень хороший был стильный танец. Если бы эти бабешки, которые танцевали, еще бы умели лицо контролировать, это было бы другое. Очень хорошо. Я давно... Вот реально, вот чтобы это подходило в тематику, в стилистику, я давно такого не припомню. Очень было стильно, очень было круто. Я не фанат хип-хопа абсолютно, но мне нравится Стриклиндовская тема музыкальная. Ну, она вот эта танцули-танцули. С детьми Кристиана 10 из 10. Ой, да про детей напомнил. У меня сейчас жена мелкую нашу укладывает. Ну, мелкий ребенок. Я не знаю, кто встречался у дед. Короче, их когда укладывают, им делают ш-ш-ш-ш-ш-ш. Вот так вот качают и пошикивают. Они от этого успокаиваются. Я под вот эти вот ее ритмичные ши-ши-ши танцую как надо. Ты там ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. А вот это ты делаешь? Это тяжело, это уже разбудить можно. Блин, это очень круто. Я просто иногда за собой замечаю, что прям хочется. Я иногда возвращаюсь домой с работы в полдвенадцатого. И вот прямо иногда прям. Да. И давай танцевать. Не в метро, вот по улице никого нет такой, да. Нет, в метро под стук колес. Да, про сюжетам ничего не понравилось. Вот это вот типа ты пришел ко мне домой, и я поэтому теперь на тебя очень сильно обижен. Это такая бредятина. Это бредятина. Это уже было в Симпсонах-WW. И в WW это было уже 500 тысяч раз тоже. И каждый год кто-нибудь это опять проворачивает. Но ты же понимаешь... Ты же понимаешь, почему это? Потому что Тони Харт плохой букер. Он видел, потому что он в 97-м году увидел, что Брайан Пилман залез в дом... Старший еще. Стив Остин залез в дом к Брайану Пилману. И он говорит, я хочу как-нибудь сделать такое же. А потом он увидел, как Triple H в корту. Нет, нет, нет. Он увидел, как в прошлом году это сделали Эдж и Сет Роллинг. Он сказал, черт, меня опередили. Но я обязательно это сделаю. Какой-то бред, какой-то маразм. Причем, кстати, тоже, это я напомню, что у фанатов рестлинга не должно быть никаких вообще ни претензий, ни интересов, ничего. В том вторжении в дом был намек на ребенка. Ребенка не показали слава Аллаху. Да вот не слава. Ну, типа, тогда хотя бы было бы. Леш, а что он должен был с ребенком делать, если его показали? Нет, не надо показывать. Я не про ребенка. Ребенков вообще не надо. Они играть не умеют, особенно в таком-то возрасте. Просто другое дело. Пришел в дом, и типа, что они там? Пришли в дом, пожрали какие-то вкусняшки из холодильника, прошлись и убежали, и все. Сотрудин тоже яблоко пожрал на кухне Эджи, и что дальше? Ну, потому что нехрен. Нет, подожди, он еще посидел на его стуле, полежал в его кровати. Вот эта тема была. Пописал в его горшок. Да, ну так, как это было у Маши Медведей. Просто реально, это драка за то, что... А еще, подожди, а еще там была тема такая, что Пейдж разозлился и побежал куда-то за кулисы. Да, домой к себе. К утру он добежал. Такой, Стрикланд, Стрикланд, ты где? Черт, еще бы пару мгновений быстрее, я бы точно успел. Да. Заметили, что про матч говорить просто нечего, потому что это было добище и позор. Говорить, говорить, говорить. Очень хороший матч со Спортсоном, который я нигде раньше не видел. Которому нет места и на телевидении, и на шоу рестлинга в 2023 году. Потому что очень сильно убиваются, или почему? Нет. Это не презентабельно. Дело не в презентабельности, вы как-то самое главное упускаете, потому что вот эта самая главная шняга, которая была в виде выпивания крови, это просто позорище. Это очень эпично смотрелся, я такого никогда не видел. Да, это не очень... Нет, это будет хорошо, если ты смотришь какое-нибудь кино после 23.00 в каком-нибудь малолетнем кинотеатре. Малолетнем, в смысле, маломестном. И малолетнем тоже. Самое то, хорроры в 23.00 и в кинотеатре. Детское время самое. И Криштин заходит, да? И все поют. Ну, блин, ну, мне понравилось на самом деле. Я понимаю то, что это выглядит немножко дурдомно, но так они на это и ставили, что там Стрикланд, который уже сам себя с Теплером дочитает бить. А вот это, кстати, объясни мне, объясни мне. Значит, он сначала селил в Теплер. Он закалился в бою. Закалился за две секунды. Я точно помню. Это как у Рэнш Кэссиди, который за две секунды вдруг внезапно разозлился и начал бить ногами сильно. Это фирменная, кстати, фишка вукинга, этого самого придурочного хана. Потому что он не понимает вукинг, он не видит и не знает. Вот если я так сделаю, вы же все забыли дружно, что было только что. Это типичная инди-штука. Это так же, как это. Когда сначала что-то не получается. Потому что в инди у тебя нет времени протянуть сюжет долгий. И ты должен все это вместить в один матч. А у него есть каждую неделю пять часов телевидения. Не знаю. Это вот я даже вспоминаю. У меня была такая фишка. Я типа выдавал машинганные чопы, да. И там сначала их оппонент селит. Ай-ай-ай-ай. Потом, разумеется, он же такой, блин, не больно так-то. Я такой, ладно, ладно, ладно. И начинаю отходить. И со всей дури пробиваю мощный чоп. Вот такого вот в Индии у каждого, по-моему, своя фишечка была. Просто потому что на зрителей обычно оно работает. Ну так, хех, поймали и все. Тут не совсем. Ну и, опять же, к этому. Комбинация Пейджа, который проводит фоллауэй-слэм с третьего каната на колючую проволоку. Потом тут же встает. Туда же еще бомбу проводит. И еще дедай. Букинга в матче не было. Ты очень хорошо рассказал про это. У меня один вопрос был про один спот с точки зрения логики. Стрикланд высыпал битое стекло на спину Пейджу. Почему он прыгнул с флешем с животом? Почему не с том хотя бы? Это было бы логично. Подожди, подожди, подожди. Подожди. А он ведь в итоге, если я правильно помню, не докрутил. Он же там коленями к нему приземлился. Нет. Он не докрутил 450. По-моему, он приземлился животно. Это нормально вроде. Долетел? Ладно. И у меня вопрос по-другому. По-другому. Мой любимый спот. Прям реально. Раньше мне очень... Это матч Сины и Миза года 2009. Там была какая-то бредятина. Нет, нет. Обычный матч. Один из первых. Один из первых, по-моему. Не десятого, не одиннадцатого. Это просто еще заранее, когда у них фьюд был. Типа Миз кричал, я ненавижу Сину. И ходил в майке. Там был, короче, такой спот. Я не знаю, что хотел сделать Сина. Он взял ногу Миза, который лежал перед ним. И прыгнул на нее промежностью. В колено. В самом начале матча было. Это меметичный момент. Он даже в гифках есть. Я, собственно, это, по-моему, и запустил. Я еще помню, опять же, Сида. Вот это почему-то потерялось. Он кому-то пытался болевой провести. В итоге он просто схватил себя за ногу и начал свою ногу тянуть. Но это ты уже вспоминаешь Сину чуть позже, где-то 2012 года, когда он решил начинать в Индии. Но, слушай, пайлдрайвер на заграждениях, я не знаю. Я не знаю. Но такого никто больше не делал. Знаешь, почему никто не делал? Того же с пробежностью падаешь. Я читал твой отзор, да. Ну, не обязательно. Ну, как мне? Нет, я понимаю, что проводя пайлдрайвер, ты все равно взлетимляешься задницей на какую-то поверхность. Но... А если стиснуть? Мы включаем... Подожди. Стрикланд жил на улице. Подожди. Это важно. Если... Вот, подожди. Если мы начинаем как бы продумывать рестлинговую тему, значит, когда рестлер падает назад, у него типа, да, там мышцы, а он разогретый парень, он такой... Кроме атомик дропа. Нет, атомик дропа, это четко... Нет, ну, за обратного, когда спиной к сопернику. Нет, ну, здесь я не соглашусь. Вот копчик и солнечное сплетение, если я правильно помню, это два места, которые никак ничем не закрыты. Ни мышцами, ничем, там только кожа. И сразу нервное окончание. Поэтому, собственно, такое болезненное всегда бывает. Ну, колено от этого еще, но это другой разговор. Вот. И поэтому я готов понять, когда пайлдрайвер вроде бы упал назад и не так больно, даже если ты упал на бетон, на асфальт, на цемент, на что угодно. Но здесь, вот смотри, ты сказал, типа, сжал, да? А ты не можешь сжать, потому что при пайлдрайвере между ног, между бедер зажата голова противника. Поэтому ты сначала раздвинул немножечко так. Может, в совмещении с удушающим. Можно голову противника себе подложить под задницу, и все, и будет мягкое приземление тебе обеспечено. Противнику нет. Тип-бэк и пайлдрайвер вместе. На самом деле, я посмотрел, там он не больно падает абсолютно с Трикланд, и там явно он на булочку приземляется, а не разрезит. Да, но ты же видел, что если мы начинаем говорить о вглядываниях, то там и пейдж совершенно не головой приземлился. Ну, так это и есть рестлинг, само собой. Да, можно обозначить. Это финал, это полуфинал, точнее, здесь можно обозначить. Еще одна шутка из КВНа, команда КВН Нати, по-моему. Ну, так надо же определиться, типа, чего мы хотим, чтобы рестлеры друг друга головой в железки втыкали? Нет, подожди, нет, ты говоришь не рестлинговые категории. Мы говорим рестлинговые категории, чтобы это было правдоподобно. Но это было правдоподобно. Это правдоподобно. Это не правдоподобно. Ни один человек в жизни не будет сам прыгать пахом на железное металлическое заграждение. Не будет прыгнуть. Он же не селил то, что... Нет, только в случае, если это мем, почему мужчин живут меньше. Это единственная причина, почему. Или как когда на велосипеде еду, да, и палк себе в колесо, и потом гребаный пейдж. Вот так вот. Ну, короче, не знаю, нечего мне больше сказать. Очень хороший матч, классно повеселились. Здесь я не соглашусь, Ник, подурились. Да, молодцы, прекрасно. Ну, уважение же должно вызывать вот такая вот отдача на ринге. Пейдж не вызывает у меня никакого уважения. Это абсолютно безумно. Почему? Это самый безмозглый рестлер вообще. Он ничего не понимает. Вот у него в мозгах пусто. Кто-то там говорил, что он учителем работал. Он абсолютно тупой человек. Я абсолютно уверен. Просто у меня никаких сомнений нет. Вот этого его полудурашного гиммика... Подожди, а у вас все учителя были умные? Вот вопрос. Речь не об этом. Речь не об этом. Я не говорю, что это нормально. Если есть глупый учитель, нужно сказать, что это глупый учитель. Я не знаю. Мне кажется, про многих рестлеров и спортсменов можно сказать то, что там... Ну, не то, что... Хорошо, но это вот конец шкалы. Я тебе напомню. Все проблемы кадрового характера... Это точка уже зачета. Уже за зачета. Все проблемы кадрового характера стали необратимыми после того, как Пейдж возомнил о себе и решил повыпендриваться. Пейдж это что-то неадекватное вообще. Я напомню, кстати, да, что и чемпионство All Elite пошло абсолютно в пустоту с чемпионства Пейджа. И, собственно, проблемы с аудиториями у них начались с чемпионства Пейджа. По сути, Адам Пейдж, я не знаю, какой у него компромат и на кого, но он в All Elite сломал все. И вера в Пейджа, она совершенно непонятная. Я, кстати, готов тоже вот здесь, знаете, на что обратить внимание. Единственный прям откровенно неожиданный результат был в том, что Стриклин победил второй раз подряд. Это было неожиданно. Потому что, честно, я думал, что как бы один победил одну, и тут они даже выдали матч под циферкой 2, типа этот возьмет реванш. И круто победил, подвесил Пейджа. У меня вопрос. Ты, кстати, обратил внимание? Мне кажется, они этот спот специально сделали, Стриклин прям с Пейджу и говорил. Вот так это надо делать. Ну да, потому что Мокса неправильно подвешивал. Понял? Не то, что подвешивал. Сам намотал цепь. Не Моксли слебен, а я должен тебе намотать. Перекинуть я должен так, чтобы как бы было видно, что у тебя это, а не Моксли должен сам выпендриваться и показывать. Это было в конце, да. Ну, про это я уже не говорю, потому что к этому уже просто привыкли. Я не знаю, просто мне кажется, вот из худшего, что до этого момента, это, конечно, была вот эта пиццерезка во лбу. Это просто стыдобище. По рекламе пиццы еще. Ну, естественно. Здесь больше про то, что это пиццерезка во лбу на национальном телевидении. Предметом, который далеко не стерили, но вы показываете такое. Здесь, ну, я не знаю, это, блин, ну, это какая-то правда. Это вот, мне кажется, дети 15-17-летние, у которых кровь, сиськи, хардкор, аттитуты, вот они так букают. Так можно быть вечно молодым душой. Как Тони Хан в кедах? Как Тони Хан в кедах, да. Нет, это я танец Даниэля Гарсии. Нет, там тяжело. Ну, вот там, да. Нет, подожди. Там бедра в основном работают. В нашем возрасте уже нельзя. Я один раз, блин, история абсолютно реальная. Я в этом, слушай, нет, в прошлом году просто попытался изобразить, просто в дурку попытался изобразить позу Саши Бэнкс. Вот это вот. Это когда она выходит? Вот это вот. У меня так спина прохрустела, я не знаю, у меня потом просто такое ощущение, у меня прострелило ногу нервом до самого низа. Я потом доковылял, и мне пришлось посидеть всего-то. Блин, я преклоняюсь перед, уважительно преклоняюсь перед этим. Зато ты понимаешь, почему у Саши Бэнкс такая история Трамп. Что, она компенсировала этим или что? Укрепила. Как это? Блин, это Кор называется, да, укрепила себе Кор, зато все остальное сломано, к чертовой матери. Кор крепкий. Она просто уже на матч, когда выходит, она в самом начале понимает, что все, вот, и она ломается в этом моменте, и ищу матч проводить. Вот это цена ответственности. Просто говоришь, что Пейдж плохой чемпион, вот, условно, если бы не было вот этого его декрета. Слушай, вот, обобщим, Пейдж плохой, все. Да, окей, ладно. Если бы не было у него вот этого декретного отпуска, что-нибудь лучше стало бы как-нибудь? Ты имеешь в виду, когда ему чемпионство сказали, ты подождешь? Да. А я думаю, нет. Ну, он просто, он сам идиот, и букинга у него не было. Про него была история, что вот это вот, вот этот придурок какой-то в Твиттере фигачил на 35 постов, что этот парень сейчас завершает самый крутой сюжет. Это задумка была, когда он абсолютно с, я не знаю, игрой просто уровня Тони Шторм и даже хуже отыгрывал. Посмотрите, какой я алкоголик. Это вот, мне кажется, так в фильмах, или так дети изображают, что они пьют так. Я выпил, смотрите, я бухаю, я бухаю бухашку. Кашляет, я не знаю, что вот так в пейже прям, но он как исполнитель, он смотрится визуально. Нет, что, споты проводит, опять же, да, все проводят споты хорошо. Он зачастую бочит споты, к тому же. Все бочат, все бочат, но все, сейчас прием, я не знаю, кем нужно быть, чтобы... Нет, у меня он ассоциируется с тем, что у него больше бочи, чем, типа, то, что он реально хочет что-то показать. Наверное. Давайте так, Стрикланд молодец. Стрикланд молодец. В чем? Во всем. Просто во всем. Ну, в чем? Молодец, что согласился на все это, как минимум. Нет, в этом матче нет, это за это он не молодец. Тот, кто, все, кто решали про этот матч, они все просто дауны. Просто все дауны. Они заслуживают анти, как она, шнобелевскую премию. Анти-рестлинг-аворд 2023. А почему за Пейджа, футы, за Стрикланд вышел, Кейдж что-то побросал и... Отхватил. Отклетел, а за Пейджа никто не заступился. Это копия. А у Пейджа больше нет, друзья, он совсем простился. Я же забыл, что они матч Техацкой смерти завершили дисклейтом вмешательством. Двумя. Там еще Нано отхватил. Ой, Нано, который еще... Ну, нет, Нано-то ладно, он хотя бы был этим менеджером, от него все это ожидалось. Я все ждал, когда он выйдет. А это читалось. Ну, он хорошо так получил, да-да, это в столы. Вполне. Прощай, колени, да. Ну, Пейджовские, не Нано-вские, главное, танцеваются. Он сможет... Доктор, скажите, он сможет танцевать? Да. Но только когда Аня Гарсия. Да-да-да. Не знаю, отличный матч. Но, знаешь, зато не как Джейд Каргелл и как бы уже хорошо. Короче, очень зрелищный матч. Такого на ТВ редко когда увидишь. И слава богу, что этого больше никогда не было. И это было фактически не на ТВ, а за покупку ночью. На ППВ, да. Ну, я имею в виду, в таком вот продукте. Относительно масштабный матч. Хотя, если у них часовой матч с этим, как его, с Буллит Клабом ставит, то когда-нибудь мы доживем и до техасской матч смерти. У нас уже была техасская резня бензопилоек, я напомню. А, да. Ладно, давайте тогда дальше. Я расстроился. В общем, да, про этот матч просто уже много всего высказано. И про кровь, и про отдельные споты. Но, и про то, что все-таки 2023 год. Я не знаю просто, что здесь можно еще добавить. Вот. Ну, дальше. Командный матч, где баксы по-прежнему пытаются... Слушайте, объясните мне. Вот вы все это смотрите. Почему условия, они больше не будут выступать вместе, так важно для команды Омеги и Джеррика, которые выступают вместе аж целых нисколько? Два месяца. Оно не столько важно. Подожди. Это условия баксов. Да. Вот. Или они, подожди, для себя это условие поставили. Они, не, они, короче, не хотят, чтобы Омега дружил с Джеррика. Хотят, чтобы с ними дружил. Вот и все. Хорошо, давай, давай. Я, честно, мне... Я прав... Вот, не вру. Я сел делать обзор этого матча, по-моему, в понедельник или в воскресенье рано утром. Я не помню. Достаточно рано утром. И на этом матче, на обзоре я уснул. Я делал обзор, я уснул. Я проснулся, у меня пальцы что-то пишут. Я очень боялся, что я написал какую-то хрень. Вот натурально я смотрел... А там трактат какой-нибудь заветный, знаешь, как в фильмах каких-то. Написал Библию свидетелей. Возможно. На плохого букера. Вот и все. Я ничего хорошего про этот матч не скажу. Да, он реально безумно скучный. Я вообще не понял этот матч никак. Они... Сколько он шел? Ты же написал тут, да? Я уверен. 20 минут лишнего. Зачем он столько шел? А, Бакси. Действие шло. Подожди, подожди. Три минуты. Еще раз задать вопрос. Потому что Тони Хан плохой букер, да. Да я думаю, Тони Хан, кстати, этот матч не трогал. Тут Омега Джеррика Бакса, которым он всецело гуляет. Подожди, подожди. А букер, который говорит, окей, хорошо, пусть так и будет все, как вы сказали, это тоже плохой букер. Ну, короче, я не знаю. Хорошим работникам нужно давать, хорошо работать. 95% матча ни о чем. Вот они ни о чем. Это эфирное время. Обычно таким забивают, знаете, рекламные блоки, когда идут. Там рестлеры потолкаются, кто-то суплекс проведет. Ну, такое, чтобы было. Чтобы просто в зале же тоже люди есть. И вот тут почти весь матч такой. Там что-то хоть более-менее начало происходить последние 5 минут. Даже, наверное, меньше. И результат вообще никакой. Единственная идея на весь матч была то, что, типа, Джеррика поломали руку, которую он Джудас Эффект... Ну, не поломали, причем просто повредили руку, которую он Джудас Эффект пробивает. И чё? У него еще есть всякие Лайн Солты, Котбрейкер, Уолз оф Джеррика. Ну, для Уолза Джеррика рука нужна формально. Ну, можно и... Ну, ладно. Все равно остается Котбрейкер, остается какой-нибудь Лайн Солт и остается еще Омега. Даже, то есть, с этой точки зрения у них никакой логики в матче не получилось. По приемам. Ну, вот Баксы, они даже как-то особо не прыгали. Суперкиков немножко отсыпали и все. Абсолютно бесполезный матч. Да и сюжет, честно говоря, тоже бесполезный. Я не знаю, может, там Баксы кто-то что-то поломался. Но вот почему-то разваливают элиту абсолютно на пустом месте. Пейдж из элиты убежал просто драться со Стрикландом. У меня есть ответ на это. Давай. Ну, Тони Хан плохой букер. Он не знает, как завершать сюжеты. Само Джо, как завершил свой сюжет чемпиона? Где это было сегодня? Никак. Кажется, мы это обсуждали. Нет, да не может такого быть. Чем завершится этот сюжет? Чем завершился сюжет группировки Теза? Ничем. Они распались. Разговорочной доминацией Рикки Старкса. Они просто распались, я сказал. Расходимся. Ну да. Ты пошел комментировать. Смешно. Ладно. А можете сказать, когда Баксы начали именно становиться хилами? Потому что я пропустил этот момент. Во фьюде. Они были, они проводили матчи и матчи, и все. Не, не, они когда проиграли FTR, они очень-очень сильно раздосадовались. И с тех пор они подхиливают. А окончательно они уже прям начали хилить после того, как проиграли чемпионство ROH тройные. Из-за того, что Пейдж за Стрикландом убежал. И типа там они уже обиделись на Пейджа и сказали, что все. Они же там теперь истерят еще, реально. Они просто, типа, после каждого проигрыша хватают стулья и ходят, бьют стойки ринга и столы. Вот так. Да, не, это ужасно. Правда, Баксам, наверное, отдохнуть может немножко как-то. Креативно вообще поизносились. В смысле поизносились? Они когда-то были креативны? Поизноситься можно, если что-то было. Когда-то бывает более-менее. А зрители опять виноваты, кстати, это постоянная отмазка у All Elite. Виноваты зрители. А виноваты ли зрители в том, что Тони Хан плохой букер? Или это... Ладно. Короче, скучный матч. Давайте уже к основному. Конфетки. Вов, давай ты начинай. А то я забрустил. Собирайся. Все, давай, Джей Уайт. И сначала вышел же Адам Коул. Адам Коул, который... Он доковылял. Настолько плохо. Настолько... Он просто даже не из-за костылей выглядит. Он перестал вообще за собой следить снова. Вот. К слову, я видел после Реслмани в Инстаграме у Шейна Макмена, что он ходит в тренажерный зал даже со своей поломной ногой. Поэтому это не аргумент. Но это не означает, что он там что-то делает. Не, ну он там относительно, насколько позволяет, там, верхняя часть тела что-то показывал. Поэтому, наверное, он что-то там... Ну, он не просто там так появляется. Потому что мне было бы лень с ломной ногой куда-то ползать. Но потом начала играть сирена скорой помощи. И, о боже мой, какой мы увидели новый сегмент. Машина приезжает. Из нее выходит Реслер, которого увезли ранее на машине скорой помощи. И МДФ ковыляет. И два одноногих решают, кто из них будет драться с Джейм Уайтом. И тут я забываю про Клауде Кастаньоле. И передаю горячий привет Джейке Уайту. Который, я не знаю, с какого бодуна начал кем-то там возноситься, не пойми как что. Хотя, с другой стороны, я снова напомню, что фанаты рестлинга не имеют права ни на какие ожидания, ни на какие мнения. Потому что Панихан плохой бокер, да. Подожди, это не так. Это не следствие и не причина. Нет, это не здесь, да, это не тут. Вот, и Джей Уайту сделали вот такое, что он проиграл одноногому человеку. А, кстати, стоит сказать, что когда МДФ удерживал какой-то там техперсонал, вместе со всеми, естественно, выбежал его удерживать и Обри Эдвардс, которая была, естественно, на первом плане. Вот. И начался матч. Еще один стыдобичный матч на минут на 30, в котором Джей Уайт, вот эта звезда из Новой Японии, ничего не смогла сделать против одноногого, перекачанного и перистероидного чувачка с огурцами. С вмешательствами ганнов. Еще и вмешательства были, кстати, да, ганнов. Два раза. Выгоняли, выгоняли достаточно забавно. Это был смешной спот, вот. Да, это было правда. Потом они вернулись, потом... Опять получили. Ну, не, матч еще очень скучный. Ну, чисто... И почему вообще там нужен был кол вообще, кроме моральной поддержки? Потому что... Ну, я не знаю, кто про чё сонит. Я был уверен, что здесь сейчас кол выбросит костыли, выиграет титул. И такой... Ха-ха-ха-ха. Купились. Я был уверен, что сюжет ведет к этому. Честно. Ну, ты же понимаешь, что это... Это... Это божественно. Я как будто прикрешкиный пояс Супанка, да, с настоящим титулом. О, да. Да ладно, а у вас не было таких ощущений, реально? Нет, конечно. Ты чё? Это... Блин. Ну, Леша, я не знаю, как тебе сказать. Я понимаю, что это было бы прикольно ради ржаки. Нет, это было бы... Для малолеток, которым по 14 лет, ничего очевидного. Который реально был и который мы сейчас озвучим. У тебя МДЖФ чемпион больше года. Его чемпионство считается вот как бы ключевой темой всего, что происходит. Нет, если чемпионство ничего не значит, если его можно разбрасывать как вон женское, например, давай сделаем ради ржаки, давай сделаем ради гэга, конечно. Данхаузен победит. Давай Данхаузен победит, правда. Почему нет? Кстати, я его поддерживаю. Вот. Единогласно решили, нужно отправить... С другой стороны, мы правда как-то пришли к тому, что ну вот по-другому мы не понимаем, как сделать. Точнее, они не понимают, как это сделать по-другому. Ну как они, он. И поэтому, поэтому, да, поэтому возникает мысль, что любой какой бы идиотизм не был предложен, или любая хотелка, которая бы не была предложена, это вполне себе, во-первых, имеет место быть, а во-вторых, это может быть лучше, чем то, что нам предлагает Тони Хан. И вот здесь, Лёш, почему? Да, потому что Тони Хан не умеет букинг вообще. Абсолютно верно. Не, я вот честно скажу, я ждал всего, чего угодно, кроме того, что произошло. То есть я думал, что либо тут сейчас Кол как-то себя проявит, а не просто то, что он... Мог бы, да, да, не победить, но как-то проявить, да. Да, либо второй вариант, то, что наконец-то решится вот эта вся чепуха с маской дьявольской. И какой-то, там же дофига человек, там типа 4-5 человек. Очевидный вариант для Колуа, ударить его своим костылем, получить дисквалификацию и все рады, счастливы. Ну подожди, ты же видел? Значит, что там Кол сделал? Значит, он перстень подбросил так, что, мол, сначала он с поясом провалился. Перстень передать. Потом Перстень тоже провалился. Перстень в стиле этого, как его, Эскобара в матче против Лардо Коул. Короче, это было из недавнего, а так-то было оно и раньше в Орлоу, когда... Нет, в смысле из того, что он прям наглядно. Совсем недавнего, совсем недавно. У меня было еще много вариантов. Я думал, сейчас придет Джо, когда почувствует, что МГФ... И Адам Коул Джо подсунет Джей Вайкл. Не-не-не-не, ударь его им. Джо же тайтлшот-то обещан МГФом. А типа, если Вайт выиграет, это не гарантирует того, что Вайт будет защищать. Типа, он заинтересован в том... Джо заинтересован в том, чтобы МГФ остался чемпионом. Джо смотрит на матч и видит, что Джей Вайт ни хера ничего не может сделать. Если он каким-то чудом поборет, то на раз-два он с ними всеми рассчитается и с Ганнами, и с Джусом Ровенсом. И даже будет Клабом, который из Японии прибудет. Короче, я себе придумал 10 вариантов матча, потому что он длился полчаса, и мне больше ничего особо не оставалось, кроме как сидеть выдумывать варианты окончания. Потому что скучный матч. Это концентрация на идее того, что у вас два калеки и один не калека, который почему-то не может. Вот и все. И ты сидишь, смотришь полчаса на эту клоунаду. Нет, ну ладно, МГФ неплохо это все отыгрывает, правда. Мне он тоже переигрывает, но как-то по-приятному. Ну не по-приятному. У тебя просто к нему лучшее отношение, поэтому переигрывай. Ну плюс да, оно не до такого маразма доведено, как у Шторм. Хотя Шторм надо доводить до маразма. До маразма все МГФ довел на пост-шоу-конференции, пресс-конференции. Их я не смотрю. Зря. Хотя нет, не зря. Это просто скучно. И концовка самая скучная из всех, которые я себе придумал. До этого я не додумался. То, что просто Кол будет подавать титул. И типа так, ой, не получился. Я думаю, ну вот, это точно. Сейчас окажется то, что Кол все это специально сделал. Он присоединится к Bullet Club Gold, что-то такое, и дочтется-поресется. Нет, он подает персень. Опять не получается. Ну вот, опять же, опять же. Типа, что-то к этому идет, что-то будет интересно. И нет, потом просто, ну, Уайт реально лох. То есть, я не знаю, как можно быть настолько лохом, что у тебя калека. Ты его берешь на свой этот, Blade Runner, Switchblade, который, и он еще умудряется вывернуться и ударить тебя перстнем. Хотя у тебя вокруг поддержка, а у него тоже один калека. Это очень страдный результат какой-то. Хотя я что понял, для меня было спойлером то, что не проиграет MJF и будет матч-шоу, потому что оформление вот этого World's End шоу, да, в конце года, которое произойдет. Под Мстителем. Под Мстителем. И само Джо сказал то, что он сама, нет, необратимость. Цитата Таноса была, да? I'm evangelical, вот это вот, я слово забыл, как там Танос говорил. Да, я такой, ну, это, значит, будет само Джо там. Ну, очевидно, что будет Фанжи. Ну, блин, ну, даже если бы он так не проиграл, это было бы тоже позор. Как бы и не было, это позор. С полотенцем еще же был момент, когда Коул был готов полотенце бросить. Я такой, ну, он точно крыселых, крысует. Просто что-то тут... Не, ну, может быть, это были вот такие вот звоночки. Ему прям орал, что типа даже не смей. Да, да, может быть, это типа звоночки, но я не знаю. А вот на каком основании судья должен остановить матч, если бы Коул выбросил полотенце? Ну, как менеджер. Он был заявлен как менеджер? Нет. То МГФ в матче не был заявлен. Более того, там даже судья, да, там даже судья этот матч уже объявил как начинающийся, мол. И тут пи-у-и-у, тема Сезара. Бремот. И у вас меняется матч. То есть гипотетически вместо матча Стрикленда и Пейджа мог, знаете, прям уже когда гонг дали, мог бы выйти Данхаузен. Ждем. Вместо кого из всех? Вместо всех. Пейджа трейлера возвращения. Был бы Пейдж Хаузен и Сверф Хаузен. А? А? И был бы это... Подожди, и это был бы Тексас, Дэдс, Матч Хаузен? Неплохо, неплохо, неплохо. В стейпл-центре на Киарене. Да, да, да. В матч бы врезался, вмешался бы. И врезался тоже бы Машин Хаузен. Мне это очень сильно напоминает. И Принц Хаузен или Нана Хаузен? Да, он бы тоже... Принц Хаузен и Нана Хаузен. Это... В одно слово. Немецкие корни. В одно слово, без пробела. Это пароль, кстати, неплохой бы получился. Да, всех. Вот. Не увлекаюсь подобной чушью. Есть, типа, Федерация виртуального рестлинга. И тогда ВКонтакте реклама это сбрасывает. Вообще, такая гадость эта ВКонтакте. Держусь только, потому что подкаст туда заливаю. И вот там что-то подобное происходит. То есть там люди в фотошопах рисуют бойцов каких-то, устраивают между ними какие-то состязания. И вот там я могу себе представить Техсас-Данхаузен-матч какой-нибудь, где просто два Данхаузена против двух Данхаузенов. Что-то подобное. Лестничный матч из восьми Данхаузенов. Тоже тема. Да, да. Ну, это WWE 2K. Может быть, World Tent будет, типа, весь кар с Данхаузенами. Потому что это действительно звучит как World Tent. Самое главное, ты никак этому не помешаешь. Это мультиверс. Мы знаем, по мейн-авенту, не на, не этот, а вполне себе правило All Elite. Он может просто вмешаться, точнее, выйти и вступить в матч вместо каждого. Да. Ну, поэтому ждем, что будет дальше. В целом, основной сюжет интересен, но тут неинтересно получилось. Ну, очень же плохо. Более того, основной сюжет, он ушел как раз в тень этого командного чемпионства Arroych, которым МДЖ тоже должен заниматься. Ну, ладно. Вообще нет, надо было, конечно, подкаст раньше записывать, а то я как-то очень-очень равнодушно к многому отнесся, чтобы я, не знаю, разнес бы вчера-позавчера. Ну и хорошо. Поговорили и хватит. В общем, такой был Full Gear. Тоже, если кому-то нравится, да без проблем, конечно. Нравится, может, вообще все, что угодно. Мы прекрасно помним, да. Вот. Но если мы говорим про будущее всей All Elite, то вот такое шоу накануне какого-то там продления чего-то, я не знаю, как на это будут смотреть. Вот я не помню, честно. Читала противоположные вещи. С одной стороны, что от All Elite, вот из-за таких спотов, уже не отказались или намерены отказаться. Не то спонсор, не то какие-то телевизионщики от переговора. И читала противоположные, что там эти Warner Brothers прям в восторге, прям классно. Но это на уровне такого. Таких вбросов я этому, естественно, никому не верю. Но я теперь буду с трейным интересом смотреть, вообще, что там дальше по этому направлению будет. Потому что все показатели, которые можно посчитать, у All Elite просто вниз. Просто в дно. Вот. И как это будет дальше? Я не знаю. Кстати, по поводу... Потому что подписывать какой-то новый контракт нужно. С Мэка с Коллизией, которые шли в стык-в стык. Что у них там по рейтингам? Кто у них там? Ой, там беда. Там, кстати, был... Лонки, Кола с МГФом. Что у них там? Там был худший рейтинг в истории вообще всех телевизионных проектов All Elite. Там 200 с чем-то тысяч и одно и другое шоу. Неплохо. 200 тысяч. Это тоже 200 тысяч. Стинг, где ты? Ну, я к тому, что... Я к тому, что... Это вот просто по цифрам. Это меньше, по-моему, не бывало никогда. Но это так. Это уже ерунда. И я думаю, никого это особо не интересует. Мы, правда, выходим на этот, на последнее шоу World's End и будем ожидать там чего-то от МГФ. И я так понимаю, все-таки что-то там это с развязкой с маской там, наверное, все-таки и случится. А в том, что оппонентом там возможен самого Джо, наверное, тоже никаких сомнений нет. Единственное, я очень сомневаюсь, что под маской демона самого Джо. Вот мне почему-то откажутся. По комплекции, да. Хотя, может быть, это слишком усяющий костюм. О, ладно. Да-да-да, это как в той серии, господи, американского папаши. Инопланетяне футболку такую снимают. Роджер, да. Ну, и все, наверное. Давайте, правда, сворачиваться. Алексей Котов, Владимир Мун, Алексей Красильников. Парни, спасибо огромное. Шоу, ну, вот такое шоу. Если вам понравилось, я вас. Не осуждаю. Если вам не понравилось... Да, мы вас говорили. Да, но если вам не понравилось, что у меня ребенок на фоне кричал почти всю запись, царя. Это ваши личные проблемы, да. Да, да, потому что Тони Хан плохой букер. Я так не читаю. И в этом тоже вина. Все, вот тут я не успел нажать на стоп. Черт.